все что вы знаете о гитлере неверно давайте начнем с тех двух событий которые знают все здесь присутствующие одно событие произошло 30 апреля 1945 года другое событие произошло 30 января 1933 года между этими двумя полюсами происходит то что нас будет интересовать в сегодняшней лекции а именно поведа гитлера и национал социализм в германии то есть мы рассмотрим с вами историю третьего рейха так как мы знаем чем все закончилось нам несомненно нужно попытаться посмотреть на наше знание отстраненно и увидеть те мотивы те действия которые были совершенно не очевидны в момент принятия решения я надеюсь мой первоначальный тезис прозвучавший так сильно получит некоторое обоснование в сегодняшней лекции 30 апреля 1945 года по сути дела прервалась закончилась жизнь жизнь человека с которым непосредственно связывают существование третьего рейха адольфа гитлера в одной из наиболее популярных книг о третьем рейхе взлеты падения третьего рейха шида ширера мы можем найти следующее описание этих последних минут они написали прощальные письма родным и знакомым и удалились свои комнаты снаружи в проходе стояли в ожидании гибельс борман и еще несколько человек через несколько минут раздался пистолетный выстрел они ждали второго но воцарилась тишина подождав немного они вошли в комнату фюрера тело адольфа гитлера лежала распростертом на диване с которого стекала кровь он покончил с собой выстрелом в рот рядом лежала я в браун оба пистолета валялись на полу но его не воспользовалась своим она приняла яд это произошло в 3 часа 30 минут по полудни в понедельник 30 апреля 1945 года через 10 дней после того как гитлеру исполнилось 56 лет в общем то достаточно молодой возраст и ровно через 12 лет и три месяца после того как он стал канцлером германии и учредил третий рейх третьему рейху суждено было пережить своего основателя всего лишь на неделю так заканчивается история третьего рейха а так она начиналась это конечно уже период триумфа и корни нужно искать раньше но тем не менее ситуация выглядела для действующих лиц совсем иначе 30 ядваря 1933 года воскресенье 29 ядваря после обеда когда гитлер с гиббельсом и другими товарищами сидели за чашкой кофе в комнату ворвался герман геринг председатель рейхстага и второй человек после гитлера в нацистской партии и решительно заявил что утром гитлер будет назначен канцлером в понедельник 30 января 33 года около полудня гитлер отправился в рейх канцелярию на беседу с гиндебургом которая имела роковые последствия для самого гитлера для германии и для всего человечества из окон кайзерхоффа гиббельс и рим а также другие нацисты с нетерпением наблюдали за дверями канцелярии откуда вскоре должен был появиться фюрер по его лицу мы узнаем удалось добиться успеха или нет заметил гиббельс даже тогда они не были до конца уверены в успехе сердца наши приполняли переполняли сомнения надежды радость уныние записал впоследствии в своем дневнике гиббельс мы так часто разочаровывались что не просто было всей душой уверовать что великое чудо свершилось также гиббельс пишет в своем дневнике гитлер ничего не сказал и никто из нас ничего не произнес но глаза его были полны слез по всей видимости это были слезы радости успеха можно сказать триумфа между этими двумя событиями пролегает казалось бы не так много лет есть огромное количество исследований по этому периоду и рейнард тетельма на книге которого мы сегодня будем говорить отмечать что это наверное самый исследуемый самый исследованный период в истории человечества изучалась личная жизнь гитлера изучалась естественно вторая мировая война мюнхенские события вторжение польшу мюнхенский сговор что только не изучалась по сути дела почти каждый день в истории третьего рейха хорошо задокументирован и исследован но как мне представляется финальная точка о которой мы знаем вводит нас в заблуждение раз что-то произошло исторически мы склонны считать это предопределенным определенной логикой событий но всякое действие происходит в условиях неопределенности и результат в тот момент времени когда нацисты приходили к власти далеко не всем был очевиден если мы хотим разобраться в том что случилось в германии в период тридцать третьего сорок пятого годов если мы хотим извлечь из этой истории некий урок то мы должны обратить внимание на четыре фундаментальных элемента из которых складывается любое важное историческое событие и любая исторически знает исторически значимая личность так или иначе может быть исследована с точки зрения четырех этапов один из наиболее популярных не скажу мифов но дискурсов связанных с адольфом гитлером конечно же утверждает что он был фанатиком психопатом неврастейником душевно больным человеком неудачником даже самые объективные историки не лезут в карман за эпитетами тот же самый ширер хотя в начале он пишет о том что ему казалось необходимым говорить только объективное не раз переходит на подобного рода формулировки и даже называет его бродягой и бомжом не думаю что такие эпитеты как сумасшедший неврастейник могут многое объяснить он был не культурным у него были комплексы похоже именно для гитлера прежде всего адлер придумал фундаментальное понятие комплекс неполноценности если есть персонаж который является олицетворением этой концепции это конечно же адольф гитлер сейчас он превратился в своего рода мем к которому редуцирует практически все что людям как нравится так и не нравится при этом редукция к тому что называется гитлером вовсе не характеризуется тем что люди очень хорошо осведомлены о его идеях и самом деле если человек был душевно больным если он сам себе противоречил если он амбурировал толпой если он привел к краху одной из крупнейших наций то он очевидно не имел какого-то глубокого разработанного систематического и целостного мировоззрения и уж тем более не следует особого внимания уделять его философским экономическим политическим правовым и прочим высказываниям разве вот этот человек который постоянно выступает на публике переходя на крик и истерику может иметь какие-то целостные взгляды разве может он совершить хоть один рациональный поступок ради разве этот безумный тирам и диктатор способен на использование законов логики на научную критику на знакомство с историческими фактами и так далее довольно удобно предполагать что зло глупо ничтожно и бессильно нам было бы удобно если бы зло ходила перед нами в дурацком колпаке и с таким видом который сразу бы говорил вот смотрите этот человек злодей и от него ничего хорошего ждать не приходится но очень часто происходит прямо противоположное люди недооценивают хитрость ум способности тех кто творит зло если мы считаем что что-то поведение характеризуется безумием это плохая стратегия по двум причинам первое мы ничего не можем тогда понять если мы говорим что кто-то сошел с ума то что дальше мы можем сказать о его поведении а его мотивах а его целях а его средствах для нас как для наблюдателя он становится черным ящиком и вторая причина почему это плохой взгляд мы совершенно не можем ничего понять о том что нам ждать довольно удобно вешать ярлык сумасшедшего неврастейника и неудачника на врага но этим самым мы лишаем самих себя важных двух фундаментальных инструментов которые позволяются с этим бороться это понимание и предсказание действий гитлера можно обвинить во многом практически по всем но в чем его точно нельзя обвинить так это в том что он не говорил о том что он намерен делать когда станет главой национально социалистического государства он описал это в своем произведении майн кампф он написал это во второй книге он не раз об этом говорил в публичных речах и собственно говоря его мировоззрение было известно но до сегодняшнего дня как мне представляется она является своего рода черным ящиком почему она является черным ящиком ну подумайте сами если какой-нибудь исследователь одновременно говорит что у гитлера не было целостного мировоззрения и при этом он сам себе противоречил и кроме того был популистом умел манипулировать людьми был хорошим организатором еще и выдающимся оратором то как это совместить как абсолютный неудачник и ничтожество может одновременно быть человеком с которым вынуждены вести переговоры самые образованные аристократичные и влиятельные люди того времени из наиболее демократичных и либеральных стран если этот лузер и ничтожество этого достиг то чего стоит те кто вынуждены были с ним считаться идти на умиротворение агрессора это была основная политика выдающихся деятелей например великобритании одно время но не только именно поэтому нам очень важно понять что за действиями стоит мировоззрение если мы понимаем мировоззрение мы можем предвидеть действия и мы можем понять каким последствиям все это приведет если же мы изымаем из этой цепочки мировоззрение исследование этого мировоззрения то мы упрощаем для себя то что является принципиально важным мы не понимаем своего противника нет большей ошибки какой бы то ни было борьбе со злом чем игнорирование ее сильных сторон чем игнорирование того что делает это зло сильным поэтому мы должны с вами изучить это мировоззрение и удивительным образом до последнего времени не было какого-то хорошего фундаментального труда который бы описывал мировоззрение гитлера не как совокупность билиберды большая часть исследователей которые пишут про биографию гитлера например знаменитый трехтомный том трехтомный труд его биография фактически сводит мировоззрение гитлера к простым тезисом антисемитизм шовинизм и рационализм мистицизм все мировоззрение понятно он в общем то такой дурачок и если так то собственно говоря он должен сам себя вперед ногами вынести но он же сумасшедший если человек сумасшедший то он опасен прежде всего для кого для самого себя но как же так получилось что этот сумасшедший не представлял для себя опасности до 30 апреля 1945 года а прежде всего представлял опасность для всего мира 50 миллионов человек погибло в результате его сумасшествия но не он сам почему если ему так нравилось насилие убийство и смерть он не стер с лица земли например швейцарию которая рядом с ним была если он был таким сумасшедшим и сам себе противоречил и говорил предпринимателям что нужны низкие нужны высокие цены а работникам что нужны низкие цены то почему он не путался не говорил одним одно а другим другое наоборот поступая предпринимателем сказал я требую чтобы ваша продукция была значит низкой или наоборот поступая перед рабочими я сделаю все чтобы вы платили очень высокую цену за вашу работу он по всей видимости не был в клиническом смысле сумасшедшим это очень удобный способ описать какого-либо человека как сошедшего с ума но такое описание ничего нам не дает ни с точки зрения борьбы с этим злом не с точки зрения предсказания того что оно это зло будет делать фактически это все равно что посчитать что ваш оппонент в шахматах сошел с ума сделал вход который вы не можете понять почему он сделал если вы знаете что это гроссмейстер скорее всего это ваш провал а не его действительно существует огромное количество заблуждений если не сказать мифов в отношении этого ключевого момента мировоззрения гитлера вот например автор исследования под названием нацизм джон толланд пишет следующее как таковой идеологии у нацистов не было не было связанной компактной теории который можно было бы назвать национал социализмом даже основные понятия такие как раса или нордический получили противоречивые расплывчатые определения породы и вовсе оставались без таковых пишет бывший профессор гейдербергского университета клаус фон зее хайнс хохне историк сс придерживается того же мнения едва ли найдется такой пункт программы нсд ап относительно которого у национал социалистов не было бы разногласий но если так подходить к любому мировоззрению то нет ни одной идеологии где не было бы споров это касается и социалистов это касается националистов это касается и либералов это касается консерваторов даже по фундаментальным вопросам есть противоречие означает ли это что у всех их нету мировоззрения ну вот давайте представим себе что этот дурачок который просто-напросто получил случайно власть все-таки обладает некоторыми чертами, на которые надо обратить внимание. Вот, например, в 2010 году вышла книга Тимоти Райбека, на нее ссылается Цитальман, книги Гитлера, его библиотеки, его мышления. Почему-то до последнего времени эта тема не слишком интересовала. Если вы загуглите тему Гитлер, у вас выскочит прежде всего его личная жизнь, сексуальные извращения, борьба за власть, отношения с Евой Браун, жив он или мертв, по что он верил, каким богам он молился. Но если вы попытаетесь понять, какие рациональные принципы, рациональные цели он преследовал, выяснится, что он никаких. Он вообще хотел сразу умереть. Он вообще хотел смерти. Вообще, национал-социализм это такая идеология, которая хочет смерти. Но вот что-то он не мог обрадовать человечество тем, что сделал это, скажем, в 1933 году. Он только в 1945 году на это решился, когда уже других вариантов по существу не было. Так вот, насчет библиотеки. Август Кубицек, это, кстати, его друг по венскому периоду. Друг Гитлера в юношеские годы вспоминал «Книги, все книги и книги. Я не могу представить себе Адольфа без книг. Книги были его миром». Эта страсть к книгам продолжает Кубицек не имела никакого отношения к релаксации или удовольствиям. Это была серьезная работа. Гитлер собирал книги, его библиотека насчитывала 16 300 наименований. Многие могут похвастаться тем, что, будучи, конечно, рациональнее Гитлера, обладают такой библиотекой. В налоговой декларации Гитлера расходы на книги были третьи по размеру статьей. Сам он утверждал, что прочитывал за ночь минимум одну книгу, иногда и больше. Одну из основных частей библиотеки составляли 7000 книг по военным вопросам. Оно и понятно. Его интересовала, между прочим, исторически Великая Французская Революция, которого, как показывается Тельман, у него было амбивалентное отношение, а не так, как его обычно изображают, как некого реакционера и противника революции. И Фридрих II. То есть человек, как минимум, много читал. Ему, конечно, ставят в ночь, читал он черти что, и вообще в голове у него была каша, но вот это же невозможно понять только по тому факту, что человек много читает. Это нужно понять, что конкретно он о тех или иных вещах думает. Ну вот, например, 7000 по военным вопросам, полторы тысячи были посвящены архитектуре, театру, живописи и скульптуре. Было много работ и о питании. Богато были представлены также книжки по социологии. Думаю, не исторической социологии тогда ее не было, но какая-то социология была. Произведение его любимого Карла Майя, биографии, детективы и книги по эзотерике и об успехе. Зато заметно было романов, пьес, сборников, стихов. Конечно, можно сказать, из этого получится очень странное мировоззрение. И никто не говорит о том, что мировоззрение Гитлера не было странным. Но из этого не следует, что его не было. И что оно не было целостным. И в известном отношении закончено. С этим надо разобраться, потому что если мы понимаем цели, которые преследует индивид, мы можем предвосхитить то, что он будет делать. И можем защититься от последствий. А если мы считаем кого-то безумным, мы совершенно не можем предвосхитить. Потому что то, что неизвестно, неопределенно, иррационально, абсолютно непредсказуемо. Может кинуться в любую сторону. Держите меня семеро. Это такая картина, которую очень удобно создать диктатору. Можно создать образ сумасшедшего, внушить его своим врагам и манипулировать им для того, чтобы подчинить их своей в конечном итоге воле. Это такая позиция в переговорах, которую не раз выкидывал Гитлер, когда добивался тех или иных результатов для себя. Но, конечно, самая характерная оценка Гитлера давалась еще в свое время. Например, Карл фон Осетский, руководивший левым журналом Вельтбюне, называл Гитлера. Но вот такие эпитеты, я уже говорил, не раз встречались. Попеременно. Полусумасшедшим плутом, патетичным олухом, приблудным дурачком и хвостуном. Современные исследователи, на которых ссылается Цительман, говорят о том, что попытка выставить фюрера НСДАП в качестве смешного и бессильного противоречит феномену самого Гитлера. Ну и если он был полусумасшедшим плутом, и патетичным олухом, неудачником, то как получилось, что вот этот замечательный джентльмен, являющийся главой одного из самых либеральных государств Великобритании, заискивающий, улыбается перед Адольфом Гитлером, на руке которого красуется та самая свастика. Чемберлин, как вы знаете, пытался усмирить Гитлера, шел на переговоры с ним. Огромное количество политиков фактически мечтали о том, чтобы заключить мир, а Гитлер умудрялся, не скажу, на чем вертеть всех западных политиков. Так что они фактически с ним радостно заключали какой-нибудь мир, а потом выяснялось, через несколько дней, что он разрывает этот договор и вторгается на ту территорию, которую еще недавно обещал не трогать. Если вот этот субъект такой сумасшедший, бездарный, глупый, то почему лидер великой страны, заискивающий, ищет у него мира? Тогда чего они стоят? Как получилось, что олух, плут, патетичный дурак, ничтожество, бездарь? Вот такие эпитеты вообще проходят на ура. Если кто-то про кого-то будет такое говорить, то люди скажут, что это какой-то перебор с эпитетами. Про Гитлера вы найдете понимание у любого исследователя, если в вашей книге будет перечисляться, что он был сумасшедший, что он был неврастенник, что он был плут и так далее. Это даже историки сочтут, ну, как бы, не ругательством в обычном слове, а просто объективной оценкой. Что-то вот, ну, как бы так же, конечно, оно и было. Возьмем другого автора, который тоже пишет о Гитлере следующее, и о его мировоззрении. Причем это популярная точка зрения, мне кажется, и до сегодняшнего дня. Ее транслируют на некоторые другие исторические явления, сами себя загоняя в такую интеллектуальную ловушку. Джордж Оэрол в 1939 году написал критическую статью, посвященную переводу на английский язык «Майн кампф». Вот как он описывает, что произошло в Германии. Он, конечно, ужасается всему этому, но вот какой он итог подводит. В то время как социализм и даже капитализм, Оэрол, как известно, был достаточно левым интеллектуалом, хотя и не так щедро сулят людям «У вас будет хорошая жизнь», Гитлер сказал им «Я предлагаю вам борьбу, опасность и смерть». И в результате вся нация бросилась к его ногам. Ну, представьте себе 1932 год. Приходит лидер и говорит «Через 12 лет десятки миллионов человек в Германии умрут, крупнейшие немецкие города будут разрушены, экономика будет в руине, а вам придется десятилетиями отмывать позор деноцификации. Выберите меня». Вот так получается. Я гарантирую вам нищету, смерть, бедность, в общем, ничего похожего. Если бы так было, то 43,9 избирателей не проголосовало бы за партию Гитлера. Причем с отрывом следующая партия с 20% отличалась. Так что, несмотря на все попытки сказать, что, конечно, были манипуляции и все остальное, насилие, тем не менее, немцы проголосовали за Гитлера. И, по всей видимости, не потому, что хотели смерти. И не потому, что хотели разрушить свою страну. А ожидали от него чего-то другого. Ну вот, многие говорят, что бизнес финансировал Гитлера. Есть много знаменитых исследований о том, как это происходило. Например, есть мемуары Тисона, который покинул Третий Рейх в 1939 году и написал книгу, которая тогда была популярна, о том, почему я финансировал Гитлера. Ну и фактически все сводится к тому, к чему обычно сводится голосование за диктаторов. Нам нужна была сильная рука. Империя была разрушена после Первой мировой войны, у нас была огромная инфляция, к нам пришла депрессия, была безработица, были конфликты между националистами, с одной стороны, социалистами, был абсолютный беспорядок, а бизнесу нужны правила. Мы считали, что Гитлер будет под нашим контролем. Выдвигая его на должность канцлера, мы были убеждены, что полностью его контролируем. Фон Папин убедил нас в том, что этот дурачок не продержится и двух месяцев, если он будет вести себя как-то не так, как мы захотим. Он просто будет свергнут. Пускай этот дурачок попробует править великой страной. Быстро выяснится, что он совершенно некомпетентен, экономика рухнет, и люди проголосуют за другую партию. И все увидят, насколько ничтожны нацисты. И тогда Тиссон принимает решение его поддерживать. Причем уже в своих мемуарах пишут, что это была, конечно, ошибка, и он мало вообще денег дал, и вообще он не виноват, а виноваты другие. Примерно так же себя вели не только те, кто давали деньги больше Гитлеру, но и, по сути дела, обычные рабочие. Не обращают внимания на то, что Гитлер обещал людям решение прежде всего экономических проблем. И если он был вот таким вот любителем смерти, который обещал немцам только опасность смерть, то как вот объяснить это? Это то, что стало происходить в Третьем Рейхе после 32-го года. Это ВВП в Третьем Рейхе, скорректированном к 36-му году. Обратите внимание, да, можно сказать, ему повезло, вообще мировая экономика выходила из цикла. Все это, конечно, так. Но если главная задача Гитлера была в том, чтобы пообещать немцам, вы все умрете, и сделать так, вы все умрете, то все должно как бы было вообще пойти вот туда. Но нет, по всей видимости, обычный народ голосовал за другое. И Цитальман показывает, что в нацистской партии огромная часть, порядка 40%, были обычные рабочие. И они поддерживали Гитлера, потому что он обещал высокую социальную мобильность, хорошую зарплату, трудоустройство. Короче говоря, навести порядок. Его поддерживали по этой причине. Вот, например, то, что происходило в ВВП в 30-е годы. Мы видим, что начался рост. И он был практически неизменным, знаете, до какого года? Можно, конечно, претензии предъявлять к военной экономике, это все так. Но, тем не менее, не было того спада, который ожидали все. Был экономический рост, и он был до 1944 года. Вот человек, который хочет всех убить, он так, наверное, не ведет себя. И ведь он же должен был поставить на это определенного рода людей. Если он патологический психопат, он должен был поставить какого-нибудь такого же неврастения, как и он, а тот должен был угробить экономику за 7 дней. Но что-то не получилось у них. А вот безработица при Гитлере в 33-39-е годы. Фактически она снизилась до нуля. Сравните это, например, с Америкой, где Рузвельт пытался бороться похожими методами с Великой депрессией. Но знаете, какая там была безработица в это все время? 15 процентов. Люди сравнивали. Между прочим, американские банкиры приезжали в Германию, встречались в 30-е годы с Гитлером и с его членами на НСДАП и говорили, какие у вас грамотные банкиры, вы вообще грамотный экономист. Скоро все будут изучать по вам, как нужно регулировать экономику. Кстати говоря, лорд Кеймс, который в 36-м году опубликовал свою книгу на английском языке, в 37-м году написал предисловие к этой книге, которую перевели на немецкий язык. 37-й год, не надо говорить о том, кто в Германии глава государства. И пишет в этом предисловии о том, что моя теория наилучшим образом подходит к той стране, где существует диктатура или авторитарная власть. Ну, в общем, даже современные кенсианцы некоторые говорят, что в принципе-то все было грамотно. Такая вот была, значит, экономика, стимулировали спрос, выдавали кредиты, регулировали все планами и так далее. Безработица снизилась, ВВП росло, вот, казалось бы, все это противоречит нашему представлению о том, что Гитлер хотел только дать немцам смерть и нищету. И еще есть такой образ, который до сих пор любят повторять, связанные со словами Геббельса о том, что нужно пожертвовать маслом ради пушек. На самом деле, если почитать выступление Гитлера, он не обещал немцам войны, он, наоборот, обещал им мир, и он обещал им благосостояние. Он в своих речах восхищал не только автомобильные дороги, автомобили, новые технологии, но даже восхищался Америкой, ее индустриальными достижениями. Он считал, что в Америке замечательная экономика, там большая социальная мобильность, там много ресурсов, там правильные, что называется, расы живут в основном, но вот главное там евреи. Вот евреи там, конечно, все портят, а так Америка, в принципе, образец для подражания. Это слова, по идее, реакционера, которого считают главным противником прогресса и всего остального. Меня лично, когда я читал эту книгу, интересовало пять вопросов, которые выходят за рамки самой книги, потому что книга это фундаментальный труд, посвященный исключительно тому, что Гитлер думал, говорил по различным вопросам. Причем это совершается не просто методом, так сказать, вот Гитлер сказал там-то, сказал то-то, а производится очень тонкий анализ, что он говорил на публику, что он говорил в программных речах, что осталось от него по воспоминаниям и по приватным каким-то беседам. И выясняется, что можно вполне объяснить, где он врал и почему он врал, и почему это было рациональное для него вранье, и где он говорил правду, и где он высказывал свои реальные взгляды на ту или иную ситуацию. Но для того, чтобы вся эта информация о том, что, например, Гитлер думал о английском парламенте, или что он думал о феминизме, или что он думал об экологии, эти темы, как правило, вообще не связывают обычно с именем Гитлера. Это темы других, что называется, людей. Но по этим вопросам он высказывался. Можно прочитать эту книгу и сказать, ну и что? Что Гитлер об этом говорил одно, другое и третье. Чтобы это все привело нас к определенному, правильному, как мне кажется, взгляду на это явление, нужно ставить вопросы. И то, о чем я сегодня буду говорить, это не сколько описание взглядов Цитальмана, сколько мое представление о том, как можно было бы ответить на эти пять вопросов, исходя из того, что дал Цитальман нам как автор этой книги. Главные вопросы, их пять. Как Гитлеру удалось прийти к власти? Какие цели он преследовал? То, что он в конце концов разрушил свою экономику и покончил жизнь самоубийством, вовсе не означает, что это были его жизненные планы. Есть множество диктаторов, которые умудряются умереть в своей собственной постели, и даже в столице их продолжает стоять памятники благодаря тому, что они делали или вопреки. А Гитлеру в этом смысле не совсем повезло, как диктатору. Но, очевидно, он рассчитывал на другое. Какие цели он преследовал? Да, тысячелетний рейх хорошо, конечно, сказать. А что конкретно было целью, например, той или иной войны? Почему он напал на Советский Союз? Как ему удалось временно обыграть своих сильнейших противников? Это вопрос важный, потому что, если вы создаете картину Гитлера как сумасшедшего, то объяснить это будет очень и очень проблематично. Но возникнет неизбежно в таком случае другой вопрос. Если он был такой, простите за выражение, хитропопой и смог обмануть вначале избирателей, потом капиталистов, потом мировое сообщество, потом весь мир, то почему же он в конце концов при своей хитрости и изворотливости потерпел крушение, что привело его к поражению? И, наконец, какие уроки следует извлечь человечеству из этого опыта? Мне кажется, на эти пять вопросов можно иначе ответить, чем если бы вы не изучили книгу Цетельмана. Позвольте мне перечислить мифы, которые последовательно разбивает Цетельман в этой книге. Иногда я буду цитировать его, иногда я ограничусь установлением этого факта. В этой книге есть ссылки на все опубликованные и неопубликованные архивы. То есть человек провел большое исследование, которое позволило по всем этим вопросам выяснить, что Гитлер говорил в тех или иных местах. Первый миф, то, что он мечтал об аграрной утопии, это проще всего опровергнуть. И этот миф создали, в общем, противники Гитлера с Левого фронта. Им очень неудобно считать, что Гитлер был национал-социалистом и что вообще он был членом рабочей партии, которая потом стала национал-социалистической рабочей партией. И, следовательно, если революция, социалистическая революция, это что-то прогрессивное, то Гитлер, конечно же, был реакционером. Он старался понравиться мелким буржуа, он мечтал создать в Германии что-то вроде аграрной утопии, чтобы все работали на земле, чтобы все пели народные песни, чтобы все танцевали. Вот это все, что связано с некоторой мифологией вокруг Третьего Рейха, это, в общем, миф. Конечно же, у Гитлера было стремление и к индустриализации Германии, а если он и говорил об аграрном вопросе, то прежде всего на захваченных территориях. Он стремился к тому, чтобы именно захваченные территории обеспечивали Германию ресурсами. Это не означает, что он мечтал вернуть Германию куда-то назад в прошлое. Он не был сторонником монархии, он не был противником революции. Он лишь считал, что революция, которая произошла в Германии в 1918 году, была недостаточной, была непоследовательной, а главное, была немировоззренческой. Что в отличие от всех остальных революционеров, у него есть идеология, а все остальное, как считал Гитлер, основано на евреистве. И на личных интересах, и на том, что элиты стремятся именно полностью подпасть под это влияние. Был противником индустриализации, понятно же, что нет. Был противником революции, нет. Был сторонником крупного бизнеса, нет. И здесь я вынужден буду процитировать не раз, потому что считается, что именно крупный бизнес был заинтересован в приходе к власти Гитлера, потому что им нужны были новые рынки для сбыта, и поэтому крупный бизнес финансировал. И Гитлер как бы тоже стремился идти вперед крупным бизнесом. На самом деле он презирал капиталистов, буржуазию, он называл их трусами, слабаками. Главный эпитет для Гитлера положительного чего-то это фанатично. Когда он что-то называл фанатичным, фанатичным мировоззрением, фанатичной, я не знаю, игрой в спорт или что угодно, то это был эпитет хорошего. А вот все его противники, считал Гитлер, они какие-то слабые, ничтожные, трусливые людишки, которые трясутся от минимальных каких-то стрессов, в отличие от него. Так вот, не был он сторонником крупного бизнеса. Еще один миф, который, кстати говоря, ваш покорный слуга лет десять назад, да и до последнего времени, скорее всего, одобрил, что у Гитлера не было никаких экономических взглядов. Даже если вы почитаете какое-то исследование по его экономическим взглядам, довольно распространенное, вам скажут, что не было у него никаких экономических взглядов, он экономически был безграмотен, и у нацистов вообще не было никакой идеологии с этим связано. Мы посмотрим, так это или не так. Собственно, одна из ключевых задач Цитальмана показать, что были у Гитлера определенные экономические взгляды. Именно из-за этих экономических взглядов он совершал наиболее существенные решения в период своего правления. То, что он сам себе противоречил, еще раз говорю, если удобно скомпоновать речь любого человека, можно увидеть непротиворечие. Но Гитлер был политиком. Когда он выступает перед массами, он говорит одно, потому что цель его прежде всего создать определенный эффект. Совсем другая история будет, когда он говорит тет-а-тет, когда он говорит спокойно какую-нибудь речь своим знакомым. И там будут другие взгляды. Это не означает, что он сам себе противоречит. Это означает, что в каждом случае он преследует разные интересы, подбирает те средства, которые к этому приведут. Он ведет себя как рациональный диктатор. Из этого не следует, что он хоть сколько-нибудь хороший человек, но это означает, что он не является психопатом, а стремится к тем целям, которые сам провозгласил. И сам их описал, пожалуйста, в Майнкампфе. Все, что он написал, он дальше стал делать. Как бы... В чем вопрос? Почему он сумасшедший? Не имел никакого мировоззрения. Об этом еще поговорим. Был противником рационального метода познания. Здесь многие удивятся тому, что, оказывается, Гитлер не раз говорил о том, что главный его культ это культ разума и вера в научные методы. Да, конечно, то, какой наукой он занимался в вопросах расовой, не прилежит сомнение, что это не наука. Но если говорить о всех остальных вещах, о индустриализации немецкой, о физиках, которые работали на Гитлера, вот почему этот человек, это ничтожество, сделал так, что крупнейшие физики-теоретики работали на него. И Оппенгеймер самим вынужден был одно время признавать, что немцы на несколько лет впереди находятся американцев. Тот же самый Вернер Гейзенберг. Как так получилось, что Яльмар Шахт, человек, который создал чудо рентой марки, работал на Гитлера? Как получилось, что Томас Манн, выдающийся писатель-интеллектуал, убежал из Германии. Вот они, аристократы духа. И кто их победил? Ефрейтер какой-то необразованный. У него же не было даже школьного образования. Он школу не закончил. В Вене он действительно голодал. У него не было работы. Всю жизнь вообще непонятно, на чем он существовал. Так что очень важно разобраться с тем, был ли он противником рационального метода познания или нет. Ну и наконец, был он противником социальных реформ или нет. Считается, что он был противником социализма и коммунизма, и все это было для него чуждо. Давайте с этим разберемся. Цетельман даже утверждает, что если нейтрально использовать термин модернизация, не как что-то хорошее, а как стремление изменить социальную структуру в соответствии с современными требованиями, то у Гитлера было стремление именно не к реакции, а к модернизации немецкой промышленности, немецкого общества. Вот, например, о чем пишут исследователи. Рост шансов на продвижение по социальной лестнице для представителей того времени обделенных слоев и вертикальная мобильность выражала суть национал-социалистического призыва к модернизации. То есть огромное количество технических специалистов поддерживали Гитлера, потому что он создавал те самые рабочие места и обеспечивал именно инженерам, именно людям на заводе социальную мобильность вертикальную, сделать карьеру. Так получилось, что когда я готовился к сегодняшнему выступлению, я решил посмотреть, какие существуют в академическом обществе, прежде всего, западном, оценки этого, как мне кажется, фундаментального труда. Большая часть оценок очень высокая. Там 5 баллов, практически все ставят 5 звездочек. На Амазоне, например. И очень редко встречаются люди, которые ставят меньше. Причем те, кто ставят меньше, сразу ставят единицу. Как правило, такой разброс оценок связан не с тем, что автор что-то недоработал, а с тем, что с ним принципиально не согласны. Вот, например, один из рецензентов, Джек Джарвис, я так понимаю, пишет о том, что эта книга фактически доказывает либертарианцам то, что либертарианцы как бы признают как нечто не требующее доказательства, а именно то, что Гитлер был социалистом. Вот даже этот тезис говорит о том, что рецензент книгу эту не изучил, потому что книга эта была написана Цетельманом в 80-е годы прошлого века. Первое издание было написано тогда. В предисловии есть дополнение, но, в общем, сама книга оказалась неизменной. Действительно, Рейнер Цетельман, о нем было несколько лекций в доме Айнренд, сегодня является одним из самых известных Германии сторонников и защитников капитализма. Но в 80-е годы, и об этом он сам пишет в своей книге, в предисловии к этой книге, что он был сторонником левых идей, социалистических взглядов. И он писал эту книгу вначале как диссертацию. И ключевой задачей его исследования было в том, чтобы исследовать этот вопрос этически нейтрально. Не говорить о том, что там Гитлер, злодей, ничтожество и что-то в этом роде, этого уже достаточно сказали, а исследовать, что он думал по тем или иным вопросам и предоставить это как фактологию. Следовательно, невозможно отбросить исследование Цетельмана, утверждая лишь то, что он является сегодня либертарианцем. Фактически, вся фактология была написана и подобрана им, когда он придерживался сам этих социалистических взглядов. Но будучи интеллектуально честным исследователем, он вынужден был показать, что то, что приписывается Гитлеру, просто неверно. Он не был реакционером, он не был противником индустриализации, он не был противником социальных реформ. Это просто факты. Не только факты его слов, но и действий. Вот что приписывают Цетельману критики, типа вот этого. Ценности эгалитаризма и справедливости, которые вы найдете в левых философских идеалах, полностью противоречат ценностям нацистов. Ну, здесь как бы пытаются, как всегда, отмыть социализм от Гитлера, это не наш товарищ, вообще, смотрите, он других взглядов придерживался. Строго иерархическое общество, возглавляемое явно назначенным лидером или фюрером, не является идеалом для тех, кто поддерживает левые убеждения. Я считаю крайне неискренним утверждать обратно. Видите, очень неприятно, когда приписывают левым и социалистам то, что у них был вот такой вот последователь Адольф Гитлер. Но на самом деле вот то, что здесь приписывают чисто формально, что он был противником эгалитаризма и справедливости, основанной на равенстве возможностей, это легко опровергнуть его собственными высказываниями и действиями. 30 января 1937 года Гитлер сказал, есть ли более прекрасный и красивый социализм и более истинная демократия, чем тот национал-социализм, который благодаря своей организации делает возможным, что среди миллионов немецких мальчиков каждый, если проведение захочет его использовать, может найти дорогу вплоть до вершины нации. И это не теория. Многочисленные бывшие дети рабочих и крестьян и это говорит Гитлер находились на руководящих постах в нацистском государстве. Некоторые из них, будучи министрами, рейхштадтгальтерами и гауляйтерами ох, какая карьера, входят в число высших руководителей и представителей народа. То есть, видите, Гитлер апеллирует к народу, говорит, смотрите, я забочусь о народе, о простом человеке, обычные крестьяне, обычные рабочие. Он вообще любил изображать из себя, что он голодал, потому что он тоже работал. Он всю жизнь, значит, страдал. И вот это легко высмеивать. Ну что, что ты работал, рисовал там картинки в Вене? Какой же ты рабочий пролетарий? Но это не означает, что его речи, обращенные к рабочим, не имели эффекта, которые он хотел достичь как политик. Эта бездарность, придя в рабочую партию, сделала так, что все, кто ее учредили, очень быстро были из нее фактически устранены. Он стал лидером этой партии, захватил ее, стал вождем, а потом, как организатор этой партии, умудрился сделать ее из никому неизвестной маргинальной тусовки по группе интересов, там, наверное, человек 10 было в одной пивной первоначально, в крупнейшую партию Германии. Поэтому давайте недооценивать подобного рода способности, пускай они являются характерными для носителя зла. Вот вы видите, его взгляды вполне, он даже говорит, у нас настоящий социализм. Что он говорил про рабочих? В заключительной речи на имперском партсъезде 1938 года, тоже партсъезд, Гитлер объяснял, в то время как другие так называемые союзы и объединения в основном получали своих сторонников из буржуазных кругов и даже свои так называемые боевые организации, насколько об этом вообще можно было говорить, рекрутировали из них же, национал-социалистическая партия уже тогда была ярко выраженным народным движением. Вот если вы попадаетесь в его речах, коих очень много, найти защиту частной собственности, буржуазии, прав человека, индивидуализма, то есть всего, что связывает с либерализмом, вы не найдете ни одного такого высказывания. То есть многие могут сказать, читая Цитальмана, что вообще из мировоззрения Гитлера можно что угодно скомпоновать, не что угодно. Попробуйте найти хоть одну цитату, где он говорит что-нибудь в пользу частного предпринимательства, индивидуальной свободы, прав человека и чего всего бы то ни было. Это все абсолютно немысливо в его мировоззрении. Национал-социалистическая партия уже тогда была ярко выражена народным движением, то есть большое число ее сторонников состояло из сыновей широкой массы. Батальоны СА рекрутировались из рабочих и крестьян, мелких ремесленников и служащих. Они образовывали первые ячейки политической партии и пополняли уже позднее ее местные группы. Поэтому многие из наших буржуа видите, буржуа всегда у него в кавычках и с чувством глубочайшего презрения такой ну как бы брезгливости вот эти трусы, эти слабаки которые думают только о личной выгоде когда он говорит о личной выгоде его кажется сейчас вытошнит вот просто вырвет потому что нет ничего более противного для него это вот стремление к личной выгоде какая-то прибыль какой-то я интерес что это вообще такое вот это гадость об этом вообще не надо говорить поэтому он борется с социалистами у них есть политические перспективы а в 30-е годы ни о какой либеральной демократии в Германии не было никаких перспектив поэтому говорит все это в прошлом я с ними даже спорить не буду ну вот пнуть в очередной раз можно из наших буржуа которые уже засомневались из-за названия германская рабочая партия были в высшей степени шокированы увидев суровые фигуры ставшие вокруг движения гвардии национальное движение из работающих людей ну вот кем он был если взять о его реальных действиях это можно увидеть по налоговой политике в частности по так называемой налоговой доброте в отношении масс существовала налоговая жесткость в отношении буржуазии то есть той общественной группы которую Гитлер как это описано в книге Цетельмана презирал в глубины души одним из многих примеров налоговой нагрузки на состоятельных граждан является так называемый налог на домовладение составивший для немецких домовладельцев в конце 42-го года 8 миллиардов рейхсмарок никогда за свое время правления национал-социалистов не обсуждался закон который привел бы хоть сколько-нибудь похожей нагрузки на рабочих то есть в конфликте между рабочими и капиталистами Гитлер однозначно на стороне рабочих в противовес этому национал-социализм занимает позицию государство руководит экономикой не государство существует для бизнеса а бизнес существует для государства казалось бы здесь признается необходимость бизнеса и даже частной собственности но вы знаете какая здесь оговорка очень интересная ну вот например в отношении России у Гитлера есть высказывание о том что вообще когда будут захвачены этой территории русские будут полностью свободны единственное что им потребуется это полностью признать власть немцев над собой вот такая вот свобода да казалось бы вы можете жить как хотите но полностью признать то что мы будем здесь делать то что хотим вот в отношении бизнеса было примерно то же самое да вы владелец бизнеса но вы должны делать то что вам скажут либо вы лишите своей должности или даже жизни поэтому вы свободны вы полностью свободны не делать что вам приказывают и пасти в тюрьму. Или к стенке. Вы свободны. У нас свободный такой бизнес, видите, какой получается. Как мы видели, такова была максимум Гитлера с самого начала. Он объясняет, почему большинство предпринимателей Веймарской республики относились к национал-социалистам враждебно или, по крайней мере, скептически. Исключение составляли те, кто активно оказывал финансовую поддержку Гитлера. Однако, чем ближе Гитлер подходил к власти, тем больше оппортунистов появлялось в деловом сообществе, чтобы угодить национал-социалистам в предвкушении, предвкушая ему поминовение. На самом деле, такую оппортунистическую политику проводили все члены общества. И интеллектуалы, и бизнес, и, конечно же, обычные рабочие, которые тоже активно шли в эту партию. И в первые годы режима многие предприниматели также с энтузиазмом вступали в ряды приспешников. Но при этом их поведение ничем не отличалось от поведения многих рабочих, служащих и государственных служащих. Однако, то есть о том, что фашизм был формой правления финансового капитала, или что крупный бизнес привел Гитлера к власти благодаря своим пожертвованиям и влиянию, Цетельман пишет, опровергается историческими исследованиями. Вот какие были, например, пункты в программе 1932 года, партийная программа, что национал-социалисты намерены были делать. Надо сказать, что чуть позже они не то чтобы откажутся от этой программы, но у них будет более хитрое отношение к экономике. Одиннадцатый пункт, например, предусматривал отмену нетрудовых доходов. Двенадцатый пункт – национализацию трестов. Национализация, отмена нетрудовых доходов. Тринадцатый – дележ прибыли крупным промышленным предприятиям с государством. Четырнадцатый – ликвидацию земельной ренты и спекуляции с землей. В восемнадцатом пункте содержалось требование карать смертью изменников, ростовщиков и спекулянтов. Шестнадцатый пункт настаивал на передаче универмагов в общественную собственность. Но обратите внимание, кто-нибудь из социалистов скажет, что это плохо – отмену нетрудовых доходов, скажут, что хорошо. Национализация – хорошо? Конечно. Сам Карл Маркс об этом говорил в манифесте Коммунистической партии. Это прогрессивная политика. Ликвидация земельной ренты и спекуляции – еще шаг в сторону социализма. Ну и об обчисление собственности. Так что в программе Гитлера были вполне себе пункты социалистические. И тем не менее, когда мы говорим о Гитлере и о его взглядах, затмевает все его, как я уже сказал, мем или образ. Казалось бы, человечество должно было научиться на этом историческом примере. И раз столько людей погибло, люди должны интересоваться этими вещами. Ну вот возьмем YouTube. Если вы загуглите Гитлер просто вот в списке самых просматриваемых видео, вы не увидите там ни одного документального фильма, вы не увидите даже там его речи, вы увидите какой-то эпический рэп-баттл, где Гитлер борется с Дарт Вейденом. Это 100 миллионов просмотров и еще что-то в этом роде. Ну а третий ролик, я даже не могу догадаться, откуда он происходит, но, видимо, судя по людям, это что-то из Индии, по всей видимости. То есть получается, что если взять распространенность опыта и исследование этого опыта, выяснится, что там господствует скорее мем Гитлера, такого сумасшедшего а-ля Чарли Чаплин, диктатора, который кричит, и, в общем, никакой опасности он не представляет. Его нельзя всерьез принимать даже сейчас. Сейчас его можно высмеивать. Вот Дарт Вейден, это так замечательно, все так смешно. Другая точка зрения, до сих пор популярная, это, я бы сказал, такой психоаналитический подход. Ну мы сейчас разберемся с Гитлером, сейчас мы копнем в его личную жизнь, и там все станет понятно, вот все его мировоззрение, почему он пришел к власти, почему ему удалось все... Все мы разъясним. Первый был Орих Фром, вполне уважаемый психолог. Он написал книгу Адольф Гитлер «Клинические случаи некрофилии». То есть не просто там сошел с ума, как фигура речи, а буквально «Клинические случаи». Вот так вот на дистанции Эрих Фром смотрит и говорит, ну конечно, это клинические случаи некрофилии. Ну может быть, но что это объясняет, если говорить о реальных действиях, а не о результате? Были диктаторы, которые дошли до конца в своей собственной постели. Или вот еще популярная литература по этой тематике. «Десять мифов о Гитлере». Анотация. Что же интересует простой народ, когда они думают о Гитлере? Текла ли в жилах Гитлера еврейская кровь? Это действительно фундаментальный вопрос, от этого все зависит. Обладал ли он магической силой? Тоже публику интересует. Имел ли психические и сексуальные отклонения? Ну, кажется, в самом деле, вот такой товарищ разве мог быть психологически уравновешенным и вообще рациональным? Правы ли военачальники Третьего Рейха, утверждавшие, что фюрер помешал им выиграть войну? Ну это вот хоть какой-то рациональный вопрос. Удалось ли ему после поражения бежать в Южную Америку или Антарктиду? Вот эти все вопросы людей интересуют. А почему удалось Гитлеру прийти к власти? И почему человечество не извлекло из этого уроки? Как вообще получилось, что человек объявил, что он будет делать, ему дали власть? Это как-то не очень, потому что все сводится просто к тому, что он был, наверное, извращенцем, некрофилом. Или какая-то у него была тайная вера. Вот еще одна тема для популярной литературы – это мистицизм. Они верили в мистику, они были оккультистами, они совершали какие-то обряды, и все действия, они начинались с этого. То есть вот все действия, конечно же, они результат оккультной доктрины. Во что верил Адольф Гитлер? Это принципиально важно знать, какие мистические вещи. Оккультник Гитлер – вот еще один автор подобной тематики. Или вот еще одна книга, совсем недавно переведенная на русский язык – «Мой пациент Гитлер». Три автора – Эдуард Блох, Эрик Фром, Вальтер Лангер. В 1939 году была впервые написана «Психоанализ фюрера». Ну да, прекрасно, мы что-то узнаем о его подсознании, о мировоззрении, скорее всего, мы не будем говорить, потому что понятно, что он был, в общем, недалеким. Или вот, совсем уж мне кажется, апогей. «Газета.ру» – раздел «Наука». Нас, наконец, просвещает, чем же объяснить феномен Гитлера. Мужчина и женщина в одном. Что ЦРУ узнало о Гитлере? ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера. Вот теперь-то, наконец, нам все стало ясно. Вот все ясно. Почему же ему удалось достичь успеха? Вот он был мужчина и женщина одновременно. Но они не заканчивают на этом. Дальше идет еще беспрецедентный текст. Адольф Гитлер был бисексуалом, а также имелся до мазохистские наклонности, говорится в отчете, подготовленном для президента США Рузвельта в 43-м году и рассекреченном в нашей Днице.ру. Это знает газета.ру. В юности будущий фюрер проживал в мужском общежитии в Вене, куда состоятельные пожилые господа приходили для удовлетворения сексуальных желаний с молодыми красивыми парнями. Простите, но вот если такого рода литература интересует людей, то, в общем, не стоит удивляться, что подобного рода субъекты могут прийти к власти вновь. Потому что если нет противоядия от подобного рода мировоззрения, то вот какое простое объяснение. Он был психопат, он был мужчиной и женщиной в одном лице. Что это объяснять? Непонятно. Даже если это была бы правда. Мы привыкли к образу Гитлера сумасшедшего. У нас есть уникальный документ. Если вы его не слушали, я вам очень советую загуглить. Это 11 минут разговора с Маннергеймом в 1942 году, в июне, когда он посетил Иматру, приехав к Маннергейму на его день рождения, на 75-летие. Эти 11 минут в свободном доступе есть. И если вы попытаетесь хоть сколько-нибудь абстрагироваться от того, кто это говорит, и это общее мнение почти всех, кто комментирует как-то эту речь, что оно производит впечатление вполне приятное, логичное и даже успокаивающее. Что в личной беседе Гитлер был вполне себе доброжелательным, спокойным, уравновешенным и способным аргументировать человеком. Гитлер, надо сказать, сознательно требовал, вплоть до убийства, смертной казни, уничтожать все записи, которые как бы то ни было были связаны с его непубличными выступлениями. Потому что образ Гитлера сумасшедшего ему самому был нужен. Когда же он вел тайные переговоры, вот, например, что мы узнаем из этих 11 минут, которые практически случайным образом оказались сохраненными. Гитлер приезжает и спокойно начинает рассказывать о том, что происходит, как бы заманивать Маннергейма в том, чтобы он продолжил наступление. Это 1942 год. Совсем скоро под Сталинградом будет совсем плохо дела у Гитлера. Он очень спокойным, аргументированным голосом говорит, что кто виноват, почему так получилось, что вот сейчас мы немножко напряжемся, вы сделаете это, я сделаю это, мы достигнем цели, это будет выгодно вам, это будет выгодно мне. Короче говоря, здесь нет никакой неврастении, он не кричит на Маннергейма и не машет ему, значит, рукой, плюя в лицо, значит, как это обычно представляют случаи с Гитлером. Есть даже легенда, как на это Маннергейм отреагировал, на незваный визит Гитлера в его день рождения. Вот он слушал всю эту речь, как бы склоняющую Маннергейма к тому, чтобы он нападал на Ленинград. Это было в 200 километрах от Ленинграда, как вы понимаете. И вот слушал-слушал, он же был довольно хитрый, такой тоже товарищ, тоже хитропопый. Он знал, что Гитлер, это, может быть, все должны знать, что он не курил, не пил, был вегетарианцем. Это, кстати, еще одна тема, почему люди интересуются. Он, наверное, точно что-то употреблял. Вот, что сделал Маннергейм? Он слушал, значит, аргументы, потом взял и закурил. Он знал, насколько это бесит Гитлера и смотрел за реакцией. Гитлер никак не отреагировал, ничему он его не сказал. Из чего Маннергейм сделал вывод, что у немцев совсем все плохо и не стал идти на, значит, Ленинград. Вот такая есть легенда. Не знаю, верно это или не так. Во всяком случае, через полгода у немцев действительно совсем стало все плохо, а через несколько лет и Гитлера, собственно говоря, не стало. Но это все к чему я говорю, что вот если взять его в обычной жизни, то он не был таким психопатом, как он любил изображать из себя. И этот образ до сих пор живет, его уже давно нет. А этот образ есть. Как будто бы мы только по этому образу можем увидеть диктатора. Он должен быть сумасшедшим для того, чтобы мы его видели. С колпаком дурацким. Он вот бегать должен, и тогда мы поймем. Ну, конечно, мы не выберем Гитлера. Он же будет с самого начала, понятно, вот так же и выглядеть. Все, конечно, гораздо сложнее. Гитлер очень любил анализировать самого себя. То есть, когда он выступал публично, понятно, он воздействовал на других. Но в личных беседах он очень любил объяснять свои решения в прошлом и свои цели в будущем. Естественно, это все не планировалось в публикации. Это были беседы тет-а-тет. Но именно по этим беседам можно понять, что Гитлер все это хорошо анализировал. Свои прошлые поступки, что он будет делать дальше. То есть, он вел себя как вполне обычный человек, составляющий план, вот обводящий цель, вот эту цель я хочу достичь, вот такие у меня средства. Он вполне себе так и действовал. Например, вполне либеральный автор Бернардо Жувенель. У него есть замечательная книга о природе государства и неизменном расширении. То есть, фактически, это либерал. Он берет, тогда еще казалось, что, в принципе, это стоит делать, берет интервью Гитлера 21 февраля 1936 года и расспрашивает его для западной публики. И Гитлер здесь пытается объяснить, почему же он оказался столь успешен. Проговаривается в известном отношении, как мне кажется. Он говорит, я открою вам тайну. Что меня вознесло на эту позицию? Наши проблемы казались сложными. Немецкий народ не знал, что с ними делать. При таких обстоятельствах предпочитали передать их профессиональным политикам. Однако я упростил проблемы и свел их к простой формуле. Масса увидела это и пошла за мной. Гитлер называл самого себя великим упростителем. То есть, человеком, который сложную проблему, как вы знаете, есть такое высказывание, всегда существует одно решение сложной проблемы, и оно всегда неправильное. Но вот задача Гитлера, когда он шел к власти, состояла в том, чтобы все предельно упростить. И в этом, если угодно, его злой гений. Злой гений, как политика. И человека, способного почувствовать момент для того, чтобы реализовывать свою стратегию. Ведь что он стал делать? Его стратегия состояла в том, что обычно ведет к колоссальному краху любого политика. Он сделал акцент на крайне левых и крайне правых. То есть, на националистах, самых радикальных, маргинальных, и на социалистах. Еще недавно они боролись друг с другом не за жизнь, а насмерть в Германии. Соответственно, если мы возьмем обычное распределение людей по спектру, то сумасшедших, как в одну сторону, так и в другую, меньшинство, нормальное распределение, как вы знаете, говорит о том, что большая часть людей среднего роста, очень мало людей высоких и очень мало очень низких. То же самое политического спектра касается. Если вы хотите победить на выборах, вам нужно ориентироваться на кого? Вам нужно ориентироваться на медианного избирателя, так называемого, то есть на большинство. А большинство, оно такое срединное, болото, статус-кво. Если же вы попытаетесь делать ставку на радикалов с одной стороны, на последовательных социалистов, или на последовательных националистов, то вы в обычной ситуации будете собирать крохи. Но совсем по-другому будет ситуация выглядеть, если общество радикализируется. Если хвосты эти поднимаются, иначе говоря, представьте себе, что этих людей и этих людей в условиях Великой депрессии и прочее становится больше. Если вы здесь сделаете ставку на крайне левых и крайне правых, вместе их будет больше, чем середины. На самом деле, в обычных условиях, там же ведь тоже была в имерский период демократия. У Гитлера в 28-м году был полный провал с точки зрения электората. Но, чтобы достичь успеха и чтобы за него проголосовали, нужно было упростить все. А как объединить крайне левых и крайне правых? Как вообще объяснить простому немцу, почему мы одновременно воюем с Западом, с Америкой и одновременно воюем с Советским Союзом? У них разные идеологии, они друг с другом борются. Как вообще объяснить людям, с кем, где же один враг? И здесь Гитлер придумал этого идеального врага. И по всей видимости, и об этом особо упоминается Тельман, это было связано с его наблюдением за политическими акторами в Вене. Карл Люгер, мэр Вены в период, когда жил там Адольф Гитлер. Человек, пользовавшийся большой популярностью, Стефан Цвейк его очень уважал, хотя знал, что тот является антисемитом, он относился к его антисемитизму терпимо. Типа это только на словах, ему даже приписывают слова о том, кто еврей, а кто не еврей, это мне решать. Соответственно, антисемитизм как бы был, евреи нехорошие и все себе подчиняют, но в общем не слишком такой радикальный. Но Гитлер, по всей видимости, наблюдая за успехом Бэром Вены понял, что это работает. Нужно создать образ врага, нужно создать образ главного злодея, который объединил бы враждующих. Ну представьте себе, стоят с одной стороны белые, с другой стороны красные. Они готовы не на жизнь, а на смерть друг друга уничтожить. Та же самая поляризация была в Германии. Есть националисты, есть социалисты. Они готовы уничтожить друг друга, что происходило все эти годы. Надо их объединить, сделать из этого ядерную силу политическую и направить ее куда-то вовне. Вовне. Это ключевой вопрос. Потому что эта энергия может только вовне обеспечить некий баланс для самой системы. И кто же этот главный враг? Конечно же, это евреи. Образ еврея это простой образ. Это образ, который можно эксплуатировать так же, как это делал Люгер. С одной стороны, Гитлеру нужно было создать образ того, что в России кто совершил революцию? Большевики. А кто такой был, например, Троцкий? А кто такой был Ленин? У Гитлера была, конечно, очень такая серьезная каша в голове, когда Сталин дальше стал уничтожать евреев. Но он считал, что это тоже какой-то там хитрый еврейский заговор. И то же самое касается Запада. Почему Запад враг? Потому что финансы там подчинены евреям, которых он по всей видимости ненавидел скорее как конструкт. Если взять его биографию, то 1917 года у него были даже друзья, знакомые, евреи, одноклассник, про которого он писал, что он считал его немцем, никаких претензий к иудеям не было, у них был лечащий врач еврей, а потом его, что называется, переклинило. И именно в евреях он стал искать главный образ злодея. Возможно, это было создано вначале для внешнего пользования, а потом он сам в этом убедился, но по всей видимости это как бы идеально подпадало под его идею фанатизма. Чтобы создать фанатиков, нужно объединить крайне левых, крайне правых, чтобы они вместе боролись с внешним врагом. Что общего на внешний уровень у социализма советского и капитализма западного? Для Гитлера однозначно и там, и там были евреи. И получается, что если в обычных условиях политик ориентируется на что-то среднее и проигрывает, то Гитлер сделал ставку на радикалов. И в обычных условиях это привело бы к поражению. Ну просто он бы проиграл. Здесь ситуация изменилась. Почувствовав это, он оказался у власти. Поздно разбираться было для немцев и для всего мира в его мировоззрении. Хотя, как сказать поздно? Лучше поздно, чем никогда. Но, по всей видимости, никогда возобладало. Каким же было мировоззрение Гитлера? Это нужно нам понять уже сейчас. Мы находимся с вами в доме Айн Рэнд. И Айн Рэнд не только автор знаменитых романов, но и создатель философии объективизма. Можно, как мне представляется, любую философию попытаться разместить в ее системе координат и попытаться понять, каковы были элементы мировоззрения Гитлера. Айн Рэнд очень любила, когда с ней кто-то знакомился, первый вопрос задавать, каково ваше мировоззрение и пристально смотреть в глаза. Естественно, такой подход для большинства людей абсолютно не камильфо. Люди хотят отшутиться, люди хотят уйти от этого вопроса, но редко кто готов прямо в лоб незнакомому человеку рассказывать о мировоззрении. И, казалось бы, у этого есть причины. С другой стороны, мы понимаем, что нет для каждого из нас ничего важнее, чем знать мировоззрение тех людей, с которыми мы взаимодействуем. Потому что от этого мировоззрения будут зависеть их поступки. Если это наши друзья, если это наши любимые, если это наши родственники, если это наши правители, если это наши бизнес-партнеры, если вы узнаете, что человек нечистоплотен на руку, если вы знаете, что для него насилие и ложь это норма, если вы знаете, что двуличие это абсолютный для него стандарт, тогда с таким человеком вряд ли стоит взаимодействовать. Но кто же сам о себе это будет говорить? И в этом смысле есть такое негласное правило не спрашивать людей об их мировоззрении. И удивительным образом люди очень часто узнают о том, что их ближайшие друзья, с которыми они пуд соли съели, имеют принципиальный иные мировоззренческие позиции. И в этом смысле нам необходимо выяснить, каково было мировоззрение. Казалось бы, если вы спрашиваете в лоб, вряд ли вам кто-то даст ответ. Хотя почему нет, если это честный человек. Но вы это можете понять косвенно по тому, что он делает, что он говорит и что он говорит и что он делает по отношению к разным людям. Соответственно, этот опыт, как правило, у нас есть. Его лишь нужно интегрировать и сделать соответствующие выводы. Потому что, если вы знаете, что ваш бизнес-партнер, лидер вашей партии, ваш возлюбленный или возлюбленная придерживается того мировоззрения, которое несовместимо с вашим, то, очевидно, это нужно учитывать. Итак, что можно сказать о мировоззрении Гитлера? Была ли у него некая философия? Можно ли говорить о том, что она была целостной? Я уже сказал о том, что Айнренд предлагала выделять пять фундаментальных разделов или областей мировоззрения или философии. Это эпистемология или учение о том, как мы познаем. Это метафизика, учение о том, что из себя представляет реальность. Это этика, учение о том, что такое хорошо и что такое плохо, какое поведение морально, какое аморально. Это политика, учение о том, какие инструменты приводят к осуществлению правильной этики. Для Айнренд эти вещи были связаны. И эстетика, как учение о том, какие произведения искусства, какие образы лучше всего способствуют осуществлению этих этических принципов. Здесь, конечно же, изображено не мировоззрение Айнренд, а мировоззрение противоположное ей, мировоззрение Гитлера. Но я наложил эту рамку для того, чтобы выделить особенности мировоззрения Гитлера. Напомню, что у Айнренд было следующее. В эпистемологии это разум, в метафизике это реальность, в этике это не агрессия или, иначе говоря, право человека на самого себя, в политике это принцип невмешательства, а в эстетике это создание образа человека, который следует этому принципу добровольного сотрудничества между людьми. У Гитлера, несомненно, было мировоззрение, и прочитав эту книгу вы сможете понять, каким оно было. Но, как и большинство политиков, оно состоит из двух уровней. Это сумочка с двойным дном или чемодан с двойным дном. Одно мировоззрение для себя, а другое мировоззрение для других. И, кстати говоря, если вы выясняете, что человек, с которым вы взаимодействуете, характеризуется этим, почти любой политик характеризуется такого рода мировоззрением, то это фундаментальное основание для того, чтобы как минимум ему не доверять, а как максимум не иметь с ним ничего общего. Каким же было это мировоззрение у Гитлера для себя, чтобы иметь представление о реальности? Многие полагают, что он был мистиком, что он верил в символы, что он выбирал образы, которые носят оккультный характер. Но если вы почитаете его речи, воспоминания, то он объясняет, почему, например, встречи национал-социалистической рабочей партии проходили по вечерам? Почему цвет был выбран красный? Будучи художником, будучи специалистом по манипуляции сознанием, он вполне рационально, сознательно выбирал те средства, которые позволят воздействовать на массы. Когда ночь, все как одно целое с факелами идут к общей цели вокруг своего вождя. Это воздействует на первичные инстинкты. Но когда создается такая модель, тот, кто ее создает, совсем не обязательно является безумным в клиническом смысле слова. Он создает такую модель вполне рационально для себя. Сам же он вполне придерживается того, что есть реальность, что есть законы логики, что они позволяют достичь определенных целей. Вот, например, что говорил Гитлер о разуме в застольной беседе в 1941 году, уже после начала войны против Советского Союза. Никогда, национал-социализму не позволительно прилагать усилия для того, чтобы по обезьяньи в культовой манере подражать какой-нибудь религии. И он высмеивал желание делать святых от СС или что-нибудь в этом роде. Для него всегда единственная задача состоит только в том, чтобы разработать научное учение. Обратите внимание, вот этот иррациональный психопат считал, что нужно разработать научное учение, которое будет не что иное, как культ разума. Естественно, о культе разума он никогда не говорил публично. Обратите внимание, это застольная беседа с людьми, которые готовы выслужить его спокойную речь. И, соответственно, организовать партию определенным образом, победу на выборах, уничтожение оппонентов, захват территорий, можно только, если ты дружишь с головой и не противоречишь реальности. В то время как Гитлеру чаще всего приписывают то, что он потерял себя с реальностью, он мечтал о каких-то домах из песка, он мечтал, как будет обустроен мир. То есть, короче, он был фантазер. Может быть, он и был фантазер, но фантазером он был для других. Для себя же он был вполне рационалистичен. С другой стороны, все остальные элементы мировоззрения совпадают, потому что для Гитлера устройство жизни это социал-дарвинизм. Побеждает сильнейший. Жизнь – это борьба, и она неизбежна. Соответственно, тот, кто пытается примирить всех, тот, кто мечтает о мире, о гармонии, о добровольных отношениях, является главным злодеем, потому что основа всего это война или борьба. И здесь он очень любил приводить слова, которые связываются с Гераклитом, соответствующим философом, который, по всей видимости, так или иначе повлиял на Гитлера. Какова его этика? Так же этика социал-дарвинизма. Кто сильнее, тот и прав. Соответственно, надо сказать, что в отношении евреев у Гитлера очень часто встречаются амбивалентные высказывания. Да, он их боится, он их опасается, но он восхищается их способностью контролировать ситуацию и достигать тех целей, которые они преследуют. Следовательно, он считает необходимым у евреев как ни парадоксально учиться. То же самое происходит и в отношении марксизма, и в отношении сталинизма. Всех своих врагов он считает своими, если так можно выразиться, учителями, но не в смысле фундаментальных идей, а в смысле средств. Он берет эти средства, если они работают. И в этом смысле его антисемитизм носил, по всей видимости, отчасти функциональный характер, потому что обеспечивал ему определенное мировоззрение для масс. Кто сильнее, тот и прав. И он, несомненно, это относил и к себе. В политике вы не найдете у него ни одного высказывания, которое бы противоречило либо национализму, либо социализму. Главный для него враг был ЛСФР, капитализм, либерализм. Именно эти вещи были для него неприемлемы. А социализм, национализм вполне. Ну и, наконец, в эстетике это был массовый гипноз, введение людей в соответствующее состояние. Вот здесь вы видите фотографию Гитлера, где он вполне выглядит разумно. Это его мировоззрение, что называется, для себя. И здесь он готов даже признать разум в качестве инструмента существования. Но совсем по-другому будет идти речь, если речь идет о мировоззрении для других. Да, им можно говорить о том, что национал-социализм это правильное мировоззрение научное, что эстетика должна быть основана на провозглашении культа героя, что этика, кто сильнее, тот и прав, это фундаментальная идея в праве. Отличие будет заключаться в том, через что человек это все познает. Сам Гитлер, условно говоря, пришел к этому мировоззрению рационально, но всех остальных он хочет затащить национал-социализм, апеллируя к инстинкту, к чувству, к рациональному. Именно поэтому и символика, и образы, и вся эстетика Третьего Рейха направлена была на то, чтобы они подчинились власти фюрера, чтобы люди не думали, чтобы люди не считали, что у них есть решение. За них все решено. Какие правильные цели? Все, что вы должны сделать, это подчиниться вождю, подчиниться самому сильному, как в стае, подчиниться альфа-самцу. Ну, конечно же, он себя именно представлял таким образом. Отсюда и получается, что, да, мировоззрение в некоторых элементах для себя и для других совпадает, но фундаментальное отличие состоит в том, что Гитлер для себя был вполне рационален. Откуда же взялась его философия? Да, он читал много книг, и исследователи попытались понять, что он думает об экономике. Вот Цетельман прежде всего акцентирует внимание на экономических взглядах. Я попытался посмотреть широко, особенно это, мне кажется, важно, находясь в доме Айнрент, попытаться понять, откуда идут истоки философии гитлеризма, которая, кстати говоря, может возродиться вновь, если еще не. Можно выделить несколько философов, на которых он непосредственно не ссылается. Он вообще считал себя не теоретиком, он никогда не рассуждал о отвлеченных вещах. Его интересуют конкретные проблемы. Но, тем не менее, он практически цитирует некоторых авторов. Например, он говорит, важнейшее из базовых принципов, это принцип вечной борьбы, которая обосновывается у него следующим образом. Я вижу в борьбе судьбу всех существ. Никто не может уклониться от борьбы, если не хочет потерпеть поражение. Одна в высшей степени серьезная фраза великого военного философа гласит, заявил Гитлер в 1942 году, что борьба о тем самым война отец всех вещей. Если вы не знаете, кому эта фраза принадлежит, она принадлежит древнегреческому философу Гераклиту, Гераклиту Эфесскому, который был убежден, что в одну, как вы знаете, реку нельзя войти дважды, что любое высказывание является истинным, что отец всего это раздор или война. Следовательно, они неизбежны и бессмысленно с этим бороться. Идея изолированного государства, которое само себя должно обеспечить, было впервые сформулировано Фихте, одним из основоположников немецкой классической философии. Читал он Фихте или нет, нас не очень интересует, но по всей видимости каким-то образом идея изолированного государства, которое само себя должно обеспечивать, попало в голову этого будущего фюрера. И, собственно говоря, его мировоззрение основывается на том, что раз мы, как он говорит, народ или немцы хотим жить по-своему, то мы должны защитить себя от внешнего вторжения, от внешнего вмешательства, мы должны обеспечить свою независимость. А так как Германия небольшая по территории, население очень большое, то либо мы должны привести население в соответствии с численностью наших ресурсов, либо мы должны захватывать новые территории и расширять жизненное пространство. Идея Гитлера одна из ключевых идей, в принципе, рационально им сформулированная. Это идея того, что Германия только тогда будет независима от внешнего мира и будет неуязвима для врагов, если она, как Америка, и здесь он ориентировался на США, будет независеть от других стран. Поэтому Германии нужна житница, нужны регионы, которые обеспечат рейх и зерном, и нефтью, и лесом, и всеми остальными ресурсами. И сразу же он посмотрел в сторону Востока. Это было сделано им еще в 25-м году. Совершенно четкий план по обеспечению Германии необходимыми природными ресурсами. Только тогда рейх будет независим, автономен, когда у него все будет внутри. А если он торгует с кем-то, ну, например, с Россией, то могут ведь и отказать торговать. Следовательно, Германия зависит. Значит, у нее есть, как вот рассуждает сторонник социал-дарвинизма, есть право на захват территорий жизненно важных для этого вида. Такой биологический детерминизм. Раз немцы это особая раса, превосходящая все остальные, то если она хочет себя обеспечить, она должна захватить новые территории, потому что никто просто так эти ресурсы не отдаст. Вот такой был план. И, в принципе, он был первоначально сформулирован в начале 19-го века фихте. Немцы, как вы видите, здесь хорошо представлены в этой картинке. Сложно сказать, влиял ли Гегель на Гитлера. Это слишком сложная философия для него. Но у Гегеля есть знаменитое высказывание, которое вполне сопоставимо с мировоззрением Гитлера. Это мировоззрение связано с культом героя, который имеет право на любую низость, на любое ничтожество, если сам этот человек велик. Соответственно, у Гегеля есть слова о том, что если гигант шествует по дороге и ему по пути попадается маленький цветочек, он не должен бояться его втопать в землю. Также и великий правитель, если для осуществления своей миссии он должен совершить насилие, не должен этого бояться. Это говорил Гегель в 19-м веке. Но подтвердить цитатами влияние Гегеля вряд ли у кого-то получится. Другое дело Ницше. Ницше был одним из любимых философов национал-социалистов. Его, так говорил Заратустра, расталкивался на цитаты и в отношении христианства, и в отношении слабости, и в отношении всего остального. Но непосредственное, конечно же, влияние, по всей видимости, Гитлер испытывал именно от Рихарда Вагнера, с которым он лично встречался и которого фактически обожествлял. Идея воли к жизни, шопенгауровская идея иррационального через идею сверхчеловека Ницше пришла в голову Адольфа Гитлера. Может быть, не все знают этого человека. Это Габино, один из создателей, как считалось, в XIX веке научной расовой теории, где Габино доказывает, что все выдающиеся достижения, доказывает, скорее всего, в кавычках, не скорее всего, а с точки зрения современной науки, это псевдонаука, что все выдающиеся достижения были связаны с немецкой расой, с немецкой нацией. Соответственно, это особая раса, за которой будущее и у немцев есть право на то, чтобы властвовать в мире. Так думал француз Габино, его, естественно, полюбили немцы, было очень много общества Габино по всей Германии. Габино повлиял, по всей видимости, и на Гитлера, и на Чемберлена, на философа Чемберлена, который был англичанином, и так же, как Габино считал, что немцы высшее из рас. Он встречался, Чемберлен, в 20-е годы с Гитлером и считал, что это спасение для Германии. То есть, вот такой вот консервативный философ из Англии был фактически с точки зрения национал-социалистов пророком. Вот смотрите, что выдающийся английский мыслитель думает об этом движении. Так что, мы можем сказать, что у национал-социализма были, конечно, корни, но вряд ли можно считать, что для Гитлера все это было принципиально важно. А идеи его интересовали в гораздо меньшей степени, чем реальные действия. И реальные действия, конечно же, для него, особенно в момент прихода к власти, были связаны с экономикой. И вот именно это важно понять, потому что здесь царит огромное количество мифов. Главная задача исследования Цветельмана показать, что в отношении экономического мировоззрения Гитлера их очень и очень много. Давайте разберемся с тем, что можно сказать о реальном мировоззрении, из каких пунктов оно состояло и как оно было выражено. Первый пункт, я здесь несколько обобщаю, у самого Цветельмана все это подтверждается соответствующими цитатами. Рынок и капитализм не способны обеспечить немцам выживание. То есть рынки все так или иначе захвачены другими регионами, соответственно, рынок и капитализм не дают немцам того, что нужно. Экономика должна подчиняться политике. И с точки зрения Гитлера всякий раз, когда немцы делали главный акцент на экономике, они становились слабой нацией. Политика определяет цели, экономика выполняет то, что нужно политикам. Ну, мировоззрение для политиков и сейчас очень характерное. Так что нельзя сказать, что это какие-то маргинальные идеи. Вполне себе и сейчас это можно много где встретить. Что если вы хотите быть великой страной, то в общем на мировом рынке вы не сможете занять нишу, потому что там они заняты. Третий пункт, экономика должна обеспечивать автономию, высокий достаток, социальную мобильность рабочих. То есть уже из третьего пункта следует, что Гитлер не был сторонником реакционной экономики, которая требует отказаться от благ цивилизации ради аграрного общества. Он вполне думал о модернизации, индустриализации и о прочих вещах и благах цивилизации. Но тем не менее это должно быть автономное функционирование, обеспечивающее немцам высокий достаток и чтобы они могли делать карьеру. По всей видимости третий пункт был одним из ключевых аргументов, почему люди проголосовали за Гитлера в 32-м году. Им казалось, что никто не способен навести порядок, вот она сильная рука, нам нужен лидер, который нас объединит и обеспечит экономический рост. У нас будет то, что нужно на столе, вся необходимая еда, у нас будут низкие цены, у нас будет достаток, не будет внутренних конфликтов и революций. Четвертый пункт, связанный с его теорией жизненного пространства в Германии, мало природных ресурсов, мировые рынки уже переполнены. Да, в Германии много людей, но мало территорий, мало природных ресурсов. Германия вынуждена завоевывать жизненное пространство, как я уже сказал, оно прежде всего на Востоке. Это пространство она должна получить именно там. Тогда она сможет безбедно существовать, как США, сама себя обеспечивая. При этом после войны государственное регулирование экономики никуда не должно исчезнуть. Можно ли сказать, что вот все эти пункты говорят о том, что у Гитлера не было плана, экономического плана? Чаще всего именно говорят это о нацистах, что вот они пришли к власти на хайпе, они устраивали какие-то маскарады, их программа не имела никакого значения, люди вообще с перепоями проголосовали за эту партию, даже не понимая, за что они голосуют, а потом вот так получилось. Все сошли с ума. Вот такое объяснение. Все сошли с ума. Немцы сошли с ума, Гитлер сошел с ума, мир сошел с ума. Чего ж тут удивляться-то? Хорошее объяснение. Все сошли с ума. Или все-таки никто не сходил с ума, а просто-напросто каждый, преследуя свои цели, поддался на обман Гитлера. Так что получается, что этот пункт вполне мог привлечь аудиторию. Если вы возьмете вторую книгу Гитлера, которую он написал уже после «Майн камфтод», смотрите, можно ли сказать, что текст здесь написан человеком, который не способен к, скажем так, связанному изложению мыслей. Возможные цели. Это 14 пункт. Необходимость четких целей. Обсуждение возможности. Без цели. Германия как объект чужой внешней политики или как подозреваемый в особо опасных планах. Второе. Увеличение экспорта. То есть даже, видите, планы есть увеличение экспорта. Англия как противник, потому что она этот рынок уже взяла, там она производит дешево, массово, а немцы не могут конкурировать, у них высокие зарплаты, высокие сдержки, поэтому нужно что-то с этим делать. Увеличение экспорта. Англия как противник, как и в 14-м году. Граница 14-го года невозможна и нежелательна. Приобретение жизненного пространства, стремление к земельному господству на Востоке, оппозиция Франции против этого неизбежна. Однако не Англия или Италия. Вот вы видите, здесь уже все описано, к чему он стремится. Он стремится к тому, чтобы завоевывать жизненное пространство, он говорит, что оно будет на Востоке, и он хочет дружить с Англией. Вот такие объявленные хотелки и желания. Собственно говоря, диктатора. Но надо сказать, что кое-что ему таки удалось осуществить из этого. Что еще Гитлер использовал для того, чтобы достичь того, к чему он стремился? Он учится у своих врагов, как я уже сказал. Вот давайте посмотрим, как он относился к марксизму. В отличие от буржуазных партий, Гитлер восхищался марксистскими партиями и часто признавался в том, что именно у них он очень многому научился. На судебном процессе в 24-м году он говорит, что марксизм работал двумя ужасающими инструментами. С одной стороны, с помощью ужасающей массовой пропаганды, с помощью воздействия на массы. Вторым инструментом этого движения является неслиханный террор. Видите, все на ус мотает. Тут нужна пропаганда массовая и террор. Это вот делают враги. Ни одно другое движение не обрабатывало группы масс с таким глубоким знанием дела, как марксистское движение. Видите, восхищение одного хищника другим. Оно знает, что массу уважают силу и решимость. И оно, как место слабости буржуазии, ее нерешительности, поставило грубую силу и грубую волю, решительно подавило отдельных индивидуумов и поставило рабочих перед альтернативой. Или ты захочешь стать мне братом, или я пробью тебе череп. Я познакомился с этим движением в годы своей юности в обоих этих ипостасях. Познакомился. Видите, какой травматичный опыт, какое ужасное мировоззрение. Тут тебе пропаганда с одной стороны, а с другой стороны насилие. И вот смотрите, насилие над простым человеком, который страдает от этого. Что же из этого следует? Далее Гитлер говорит о своем собственном движении национал-социалистическом. Это движение, однако, кое-чему научилось у своих противников. Оно создало для себя два инструмента. Оно осознало, что требуется огромных масштабов просвещения. Видите, слово пропаганда вдруг заменяется словом просвещение. Просвещение масс и национальное просвещение. Душа народа устроена так, видимо, факельные шествия, это тоже элемент такого, так сказать, просвещения. Душа народа устроена так, что в ней на переднем плане уважение к силе. Надо просветить, кто сила. Тому, кто собирается сражаться умственным оружием, мы предлагаем борьбу с использованием ума. А для того, кто готов сражаться кулаком, у нас есть кулак. У движения есть два инструмента. До этого он марксизму приписывал пропаганду и насилие. Пропагандистская машина, вот просто свое собственное мировоззрение, как он считает. У нашего движения есть два инструмента. Пропагандистская машина и наряду с этим штурмовые отряды. Так что, вот, кого он учился. Конечно же, Гитлер был противником и человеком, который кучу бед принес нашей с вами стране. И у каждого из нас есть родственники, которые так или иначе пострадали от Гитлера. Фактически, от развязанной им Второй мировой войны. Тем не менее, важно познакомиться с тем, что он думал о Сталине. Вот его высказывания в застольных беседах. Естественно, везде публично он либо ничего не говорил о каких-то вещах, либо говорил так, чтобы не навредить своей собственной политической судьбе. А вот в застольных беседах уже после начала войны, 22 июля 42-го года, он высказался следующим образом. Как он относится на самом деле к Сталину, с которым сейчас воюет вот в этом 42-м году. К Сталину также следует относиться с безусловным уважением. Его экономическое планирование было настолько всеобъемлющим, что, возможно, его превосходят только наши четырехлетние планы. То есть, да, он борется со Сталином, считая, между прочим, удивительным образом, что он борется с еврейством. Но это уже отдельный момент, связанный с его картиной мира. Я уже говорил, по всей видимости, он создав этот рациональный конструкт врага, сам в него стал верить, что у него везде евреи, следовательно, и Сталин защищает политику евреи. Вот, даже у них уничтожая. Его экономическое планирование было очень эффективно. Касательно него также не вызывает никаких сомнений, что в СССР, в отличие от капиталистических государств, таких как, например, США, безработных не было. Обратите внимание, то есть, для Гитлера сталинская экономика является вполне достойным уважения. Что еще Гитлер говорил о сталинизме? С начала 40-го года участились высказывания Гитлера, в которых проявляется его восхищение Сталином большевистским режимом. Так, 23 сентября 41-го года Сталин является одним из величайших ныне живущих людей, поскольку ему удалось, хотя и с помощью жесточайшего принуждения, выковать государство из этой славянской кроличьей семьи. Дальше пойдут несколько раз свои его высказывания, но уж, простите, придется процитировать. Для этого ему неизбежно пришлось привлекать евреев, поскольку тонкий европизированный слой, на который до сих пор опиралось государство, был уничтожен, а дальше уж совсем будет не любовь к русским. А из, собственно, русских эти силы никогда не вырастут. Поэтому, конечно, он мечтал поработить эти территории, что это фактически будут такие дикие племена арабские, и бусы, это максимум, что им будет поставляться. Все остальное они будут делать по распоряжению хозяев, хозяевами будут национал-социалисты. Надо сказать, что в НСДАП было много людей, которые пришли в национал-социализм, будучи сами социалистами. Один из них это, конечно, Эйхман, который говорил о том, что его первоначальные симпатии были на стороне социализма. И потом он увидел, что только национальный лидер может объединить нас и осуществить эти принципы. Геббельс тоже выражался об этом следующим образом. И здесь, кстати, важный урок и для сегодняшнего дня. Геббельс записал в своем дневнике в 1937 году, что Гитлер пока еще не имеет ясного понимания событий в России и оценки Сталина. Потому что, я уже говорил, у него была мысль, что там, значит, разобраться, что вообще происходит. На этот раз опять исключительно против евреев. Радек и другие, вы знаете, эти дела показательные, когда много было расстреляно, в том числе евреев. Фюрер все еще сомневается, нет ли скрытой антисемитской тенденции. Возможно, Сталин все-таки хочет выжить евреев. У военных тоже говорят сильнее антисемитские настроения. Так что надо внимательно следить. Пока же временно занять выжидательную позицию. И вот эта фраза очень хорошая. Даже, смотрите, сами диктаторы не понимают психологию друг друга. 10 июля 1937 года Геббельс сделал запись. В вопросе России он, Гитлер, тоже больше не может разобраться. Сталин, вероятно, психически болен. Чем-то другим его кровавое правление объяснить нельзя. Вот в зеркало им посмотреть не приходило в голову. И себя они душевнобольными не считали. Вот совсем сошел с ума, да? Как это вообще взять так просто расстреливать людей? Как это вообще нехорошо? Да? Вероятно, психически болен. А как объяснить? Они про себя что-то такое и не думали. Нет парадокса ли здесь? Кстати, это практически вообще повсеместный такой способ объяснения. И Гитлер объяснял поведение Сталина сумасшествием и наоборот. В общем, все друг друга считали сумасшедшими. Это, конечно, удобная схема, но, как вы понимаете, ничего не объясняющая. Возвращаемся к экономике. Итак, для Гитлера было очень важно делать экономику плановой, централизованно управляемой. И его цели были именно социалистическими, несмотря на то, что в его названии был национал-социализм. Мы уже немножко сказали о том, что было в момент после прихода к власти, и это надо рассмотреть отдельно. Может показаться, что, ну, как бы, это неожиданный факт, что мы думаем о приходе к власти Гитлера. Почему вообще должен был экономический рост быть, если эта экономика была зарегулирована, если там были четырехлетние планы, если не было никакой свободы, если сажали евреев, если не было прав собственности и так далее. Но на самом деле Гитлер в первые годы прихода к власти проводил гораздо более умеренную политику, чем в дальнейшем. Он опирался на технократов. Ему нужно было показать, что все ожидания, связанные с его безумием, отвергаются, что он какой-то такой магический субъект, который берет и обеспечивает в экономике Германии рост. А ведь действительно, какой был создан такой фон ожидания, что будет с экономикой Германии, как только придет Гитлер власти. Ну, понятно, все разорятся, банки закроются, экономика рухнет, будет огромная безработица. Что делает по факту Гитлер? Он отдает полномочия, связанные с экономикой, технократам. В частности, вот Тисен, про которого я уже сегодня говорил, становится предпринимателем, ну, такой уже частью партийной машины, который должен обеспечить экономику инвестициями и прочими вещами. Яльмар Шахт, который смог победить гиперинфляцию в Веймарской Республике в 23-м году, ну, можно сказать, такими либеральными мерами, занимает пост главы экономического блока. То есть, фактически отвечает за экономику Третьего Рейха. И хотя вся риторика была про-национал-социалистическая, первые несколько лет технократы фактически все определяли. Вот что сам говорил Гитлер об этом в 32-м году. Вот этот человек, неспособный к рациональному мышлению. Весной 32-го года Гитлер заявил Вагенеру, что хотя он и социалист, но в настоящий момент по политическим причинам должен учитывать и людей от экономики. Надо сказать, что нету ничего более презрительного для Гитлера, чем экономизм, чем стремление к тому, чтобы слушать каких-то профессоров. И в Майнкаймпе, в других документах он фактически выражает самую глубокую ненависть и презрение к профессорам. Главное, говорит он, что нужно сделать, это закрыть кафедры экономики во всех университетах. Тогда будет достигнуто то, о чем он мечтает. Но вот что делает этот человек, который об этом мечтает в 1932 году? В настоящий момент по политическим причинам должен учитывать людей от экономики, таких как Яльмаршахт, таких как Тисен. При этом он выступил против опубликования экономических планов партии. И здесь, как будучи рациональным диктатором, стремящимся через выборы прийти к власти, он действует вполне адекватно. Что он делает? Достаточно, если там будет хоть одно слово, которое неправильно или может быть неверно истолковано, тогда все наши противники набросятся на это слово. И так смешают с грязью не только нашу публикацию, но и всю нашу партию, все наше дело. Гитлер постоянно упорно наставил на том, чтобы за пределами определенного круга не говорить обо всех мыслях. То есть фактически он последовал совету Яльмара Шахта, который говорил в 1932 году ему следующее. Не выдвигать по возможности никаких детальных экономических программ. Потому что предполагается, что либо их вообще нет, этих программ, либо они безумные. Если вы начнете их предлагать, люди начнут критиковать. Вообще довольно большое количество ошибок делают начинающие политики. Если они хотят действительно прийти к власти, им не нужно говорить о том, как они намерены экономикой управлять. Потому что как только они начнут это делать, на них набросятся со всех сторон. Справа, слева этот пункт уберите, этот пункт неправильный, этот правильный. У Гитлера нет никаких пунктов. Он все сделает. У всех будет все. Все будет в шоколаде. При подготовке к выборам 5 марта 1933 года Гитлер на совещании с министрами порекомендовал по возможности избегать любых точных данных об экономической программе правительства Рейха. Правительство должно набрать от 18 до 19 миллионов голосов. То есть фактически получило 43%. Экономическая программа, которая могла бы получить согласие такой большой массы избирателей, нигде в мире не существует. Вполне рациональное мышление. Действительно, попробуйте найти столько 17 миллионов человек, которые согласятся с вашей экономической программой. Потому что ее не должно быть. А вы должны привлечь вначале технократов типа Яльмара Шахта. Они обеспечат вам экономический рост. Человек, который учился в Берлине, был представителем исторической школы экономики, Густава Шмоллера учился, фактически очень быстро перешел к практической деятельности. Он, например, работал в американском банке Джиппи Морган, в других немецких банках. То есть он был такой вот, ну можете сами аналогии придумать, современности. Короче говоря, технократ, обеспечивший Гитлеру первоначальное накопление капитала и высокий экономический рост. Но достаточно быстро он оказался не у дел. Потому что Гитлеру, конечно, нужен был этот рывок. Во-первых, для того, чтобы сказать всем я вас всех сделал и перейти к следующей стадии. Почему он всех здесь сделал? Вы все говорили, что мы утонем кое в чем. А мы не только не утонули в этом кое в чем. А мы развиваемся лучше, чем Америка. В Америке безработица 15%, а у нас ноль. Вот. И это тем более неожиданно, когда человек, который стал канцлером, презирает вообще экономику. Значит, что-то магическое есть в этой личности, которое единственное может навести порядок. Порядок в Германии равно Гитлер. Гитлер равно порядок в Германии. И других вариантов в сознании быть не может. Два-три года экономического роста впервые за последние годы в Германии дают ощущение порядка, покоя и стабильности. Но, конечно же, диктатор не спит. Ему нужно усыпить жертву, которая в этот момент предается радостям каким-то путешествиям и так далее. Но в 36-м году совершается поворот. Во-первых, меняется экономическое руководство. Оно фактически становится завязанным на военно-промышленный комплекс. Если до этого управляли экономикой технократы и экономисты, то с 36-го года жесткий переход к плановой экономике. Вот что говорит Гитлер в 36-м году. До этого он боится говорить о каких-то программах, чтобы не спугнуть вот эту буржуазию, которая ползет медленно, сейчас он на нее напрыгнет и ее съест. Так вот, Министерство экономики, говорил Гитлер в 36-м году, должно ставить задачи национальной экономики, а частная экономика должна их решать. Но если частная экономика полагает, что она на это не способна, тогда национал-социалистическое государство сумеет собственными силами решить эту задачу. То есть вы свободны делать то, что мы вам говорим, а если вы не будете делать то, что мы вам говорим, мы сами будем это делать вместо вас. Ну и вас закроют. Германская экономика или поймет новые экономические задачи и скажется неспособной продолжать свое существование в этот современный период, когда советское государство создает гигантский план. Видите, на кого он ориентируется, кого он боится. Но тогда погибнет не Германия, погибнут максимум несколько экономистов. Ну то есть, короче говоря, если вы не будете двигаться вслед за Гитлером, не Германия погибнет, а несколько экономистов погибнут. Или несколько бизнесменов. Ну прямая угроза. Особенно от человека, который до этого рассказал нам, о чему он научился у марксизма. Что же нужно делать в этой экономике? Правда, это ясно, мы не могли упускать вещи на самотек. Само по себе это чудо не произошло бы. То есть иначе говоря, он описывает, вот чудо, почему в 1936 году так экономика Германии выросла? А потому что мы не пускали эти дела на самотек. Мы взяли все под контроль. Если Германия хочет жить, то она должна всю экономику вести ясно и планомерно. Кто-то даже говорил, что в Германии, Ленин в Германии, это Гитлер. Учет и контроль. Об этом мечтал Ленин. Без плана нам не обойтись. Без централизованного плана. Если бы мы захотели пустить все вещи на самотек, по принципу пусть каждый делает, что хочет, вот рыночная экономика, то эта свобода за короткое время закончилась бы лишь жутким голодом. То есть нельзя экономику оставлять нерегулируемой. Нет. Мы должны вести наши дела и нашу экономику планомерно. Это национал-социалистическое правительство не может быть зависимым от отдельных заинтересованных лиц. Оно не может быть зависимым от города и деревни, от рабочих и работодателей. Оно не может быть зависимым от промышленности, ремесла, торговли и финансов. Только народ наш господин, а этому народу мы честно служим. Ну вот, соответственно, фюрер знает, что нужно народу, он отдает приказания, вы либо их выполняете, либо несколько экономистов просто-напросто погибнут. Ну и Яльмаршахт перелешился своей должности, он продолжал занимать какие-то посты, дошел до того, что его сместили со всех, он оказался в концентрационном лагере, этот самый Яльмаршахт. Он дожил до 1970 года, его освободили советские войска, и он умудрился попасть в, значит, за решетку, потому что по статье о деноцификации он как бы был тем, кто создал Германии экономику Третьего Рейха. Он в Нюрненге был на скамье подсудимых, но его оправдали, в отличие от Шпейра, которого на 20 лет засадили. А, собственно, Яльмаршахт оказался на свободе, но главным, кого ненавидела немецкая нация после поражения во Второй мировой войны, был именно он. Потому что именно он дал Гитлеру первоначальный толчок. Вот то, что потом было дальше, это уже как бы неважно. Вот он все виноват. Во время застольных бесед 1941 года Гитлер сказал, что дальше-то. То есть, это плановость, может быть, временная мера. Разумеется, осмысленное использование сил народа может быть достигнуто только плановостью экономики сверху. Примерно две недели спустя он заметил, что касается плановости экономики, мы находимся еще в самом начале 1941 год, куда уж дальше. И я представляю себе строительство всегерманского и европейского экономического порядка как что-то невыразимо прекрасное. Представляете, такой Евросоюз под руководством фюрера. Вот он мечтает. И там везде будет плановость, и везде будут комитеты, которые будут определять кривизну банана и диаметр огурца, везде будут выступать экологи, говорить о том, что капитализм разрушает экологию, и говорить, как вы можете, как вам не стыдно продолжать делать то, что вы делаете. В Майнкампф, хотя Гитлер, конечно, терпеть не может марксизм, он говорит следующее. Евреи наручно переплетают свою марксистскую проповедь с целым рядом конкретных требований, которые сами по себе, с социальной точки зрения, вполне справедливы. То есть, проще говоря, вполне социалистический вариант. Что реально делали нацисты в экономике? Разделили экономику на шесть имперских групп, каждый возглавлял назначаемый правительством фюрер. Предприятием предписывался ассортимент, цены, объемы производства, количества сырья, продавцы и покупатели. Трудовые лагеря и временная трудовая повинность, запрет на механизацию труда и на продление рабочего дня в некоторых отраслях. Четырехлетние планы, какая-то экономика, вряд ли рыночная. Замораживание заработной платы, принудительные займы, мефа-викселя и замораживание цен. Классовые конфликты должны решаться в Центральном парламенте. Закон 1934 года об организации национального труда. Владелец предприятия предотчетен государственному арбитру труда в его лице государству во имя всеобщего благосостояния. Гитлер даже говорил о том, что мне не нужно национализировать предприятие, если я национализирую души. Если предприниматели, богатые люди формально продолжают быть ряжеными, которые являются собственниками, то это не проблема, потому что они будут делать то, что им скажет СС, СА или сам Гитлер лично. Так что это не была свободная рыночная экономика ни в каком смысле. Он не был сторонником конкуренции. Вы видели, он не принимает стихийности. Дружина на предприятии клялась в верности вождю предприятия. То есть был не только фюрер, но и был фюрер, значит, на предприятии. Ему нужно было клясться. Администрация по оперативной организации работы формировала 4-летний план, регулировала заработную плату, занятость. Было даже ведомство красоты труда. Как люди должны проводить свое время и как они должны выглядеть. Националсоциалистическое образцовое предприятие. Ну и, наконец, для рабочих досуг, хоровое пение, оркестр, шахматы, марки. Вот для того, чтобы все чувствовали себя социально вовлеченными. Артур Швейцер говорит о том, что монополистическое фиксирование цен стало правилом для большинства отраслей. Вся экономика была картылирована. Картели и квазикартели, большие и малые установливали цены, объемы производства и так далее. То есть вся экономика регулировалась из центра. Я уже говорил о том, что нам может показаться, что в 30-е годы было что-то вроде экономического чуда. Экономика росла. Но вот посмотрите, как выглядит все это, если посмотреть с точки зрения следующего периода, то есть с точки зрения того, чем все закончилось для Германии. Вот здесь Гитлер пришел к власти, а вот здесь его не стало. В все 30-е годы и даже 40-е годы ВВП на душу населения увеличивалось. Другое дело, что это было за ВВП, там, конечно, большая часть была не на потребление, на войну, но тем не менее оно росло. Потом видите колоссальный крах. Это так выглядит все, если посмотреть на 30-е и 40-е годы. Можно ли говорить об экономическом чуде. А вот, что можно сказать о экономике Третьего Рейха, если посмотреть на всю экономическую историю Германии. Можете здесь найти период национал-социализма? Вот он. Ну, точнее, вот он. В общем, если сравнивать этот период с тем, что предшествовало ему, ну да, наверное, это были очень высокие темпы экономического роста, но сама модель требовала захвата новых территорий. Это была экономика вампир. Экономика вампир может существовать только если она накачает определенное количество ресурсов и потом направит их на захват территорий. Если же все будет направлено на пушки, то через какой-то промежуток времени в экономике нечего будет есть. А тот же самый Яльмар Шахт говорил о том, что экономика Германии находится в состоянии кризиса, и Тисен подтверждал это, потому что нет ресурсов для продолжения экономического роста. Но ресурсы Гитлер хотел найти в внешних завоеваниях. Поэтому эта экономика все равно была бы экспансионистской, то есть она должна была захватывать новые территории. Но мы видим, что Германия уже после этого вполне может расти темпами даже, может быть, выше этих и не скатываться обратно. То есть такой путь, что это был единственный вариант, будет неверным. Поэтому действительно работа, написанная в 30-е годы Гюнтером Рейманом экономика вампир или бизнес в условиях Третьего Рейха фактически очень хорошо описывает, почему эта система должна была рухнуть. На самом деле, если посмотреть в перспективе, ничего выдающегося в этой экономике не было. Вот если мы возьмем, например, США, Великобританию и Германию, то вот экономика Германии в 30-е годы, а вот ее конкуренты Англия и США. Мы видим, что на самом деле разрыв, особенно США, постоянно увеличивался. То есть никакого экономического чуда не было, если посмотреть в долгосрочной перспективе. А главное, Германия стала богаче Великобритании не благодаря периоду правления Гитлера, а совсем благодаря другим действиям, когда Германия стала частью глобальной рыночной экономики благодаря рыночным реформам Людвига Эрхарда. Так что мы видим с вами, что, в общем, если посмотреть на историческую перспективу, никаких особых экономических достижений у Гитлера не было. Более того, это покупалось не только высокой ценой человеческих жизней бесчеловеческими преступлениями, но и простым сокращением уровня потребления. Ведение карточных системы было на маргарин, сало, в 1939 году на одежду, карточки на корм домашних животных даже были. Был народный мармелад, заменяющий настоящий мармелад именно для того, чтобы финансировать военную промышленность. С 1942 по 1949 значительно увеличился подоходный налог в два раза. Поводились добровольные налоги, как вы знаете, все добровольное в Германии карается серьезно. Был дефицит платежного баланса, рост долгов, недельная заработная плата 1929 года была достигнута только в 1942 году, чтобы потом снова упасть. Более миллиона четырехсот тысяч человек подверглись преследованиям со стороны режима хотя бы раз. Реальный социальный продукт составлял 25% от золотых двадцатых. В 1938 году потребление мяса было ниже, чем в 29-м, зато больше мармелада. Ну, такого самого мармелада, видимо. В Европе ели мясо, белый хлеб, сахар и яйца. В Германии капуста, ржаной хлеб, маргарин, рзацмармелад, картофель. То есть, хотя был экономический рост и не все находились в таком положении, в общем, экономический рост только до определенного этапа мог обеспечивать высокий уровень потребления. А потом нужно было захватывать территорию, а потом снова накачивать экономику ВПК. Почему же, на мой взгляд, Гитлер все-таки проиграл? Я задал пять вопросов в начале сегодняшней лекции. Почему Гитлер пришел к власти? Потому что он сделал ставку на радикальные две группировки и вполне рационально направил их в одну сторону. Ему нужен был внешний враг. Каково было его мировоззрение? Я сказал о том, что его мировоззрение характеризовалось вот этими пятью элементами. Прежде всего, конечно же, в личном выборе это был рационализм, а для других это был мистицизм. Почему он достиг определенного успеха? Потому что никто не хотел замечать, каково его мировоззрение. Потому что важно не подсознание, и мужчина он, или женщина, или некрофил он, или кто-то другой, а то, что он собирается делать. А он объявил заранее, что он собирается делать, это было упущено. Тем не менее, почему же он проиграл? Его оппонент, с которым он боролся, вполне дожил до своей смерти, естественно. И, в общем, до сих пор идут споры о его величии. Почему же Гитлер проиграл? Конечно, здесь можно сказать о его ошибке нападения на Россию. Это была, по всей видимости, ошибка стратегическая для него, которая привела к краху. И огромные человеческие жертвы, которые наша страна понесла, борясь с фашизмом, конечно, обеспечили окончательную победу союзников. Но что было бы, если бы в этой ситуации во главе государства в Англии был не Уинстон Черчилль, который ничего не хотел иметь общего с национал-социалистами, а, например, тот же самый Чемберлин. Фактически, было два врага для Англии. Это и сталинизм, и гитлеризм. Но Англия стала на сторону, что Гитлер – это гораздо большее зло. Вы знаете знаменитое высказывание Черчилля в парламенте, когда он сказал, что вы меня обвиняете в том, что я хвалю Сталина, но если мне потребуется победить Гитлера, я готов хвалить самого сатану. Для англичан была неприемлема прежде всего мировоззренческая позиция, характерная для Гитлера. Гитлер, в принципе, рассчитывал на то, что он будет дружить с англичанами. Даже Гесса, по всей видимости, он отправлял для того, чтобы в определенный момент договориться с англичанами, а уже потом нападать на Советский Союз. То, что Гитлер все равно напал бы на Советский Союз, следует из всего, что он думал, делал, писал. Это бы произошло в любом случае. А вот что в этих условиях делала бы Англия? Гитлер рассчитывал на то, что Англия либо испугается, либо к нему присоединится. Во-первых, это та же самая раса, нордическая, они вот такие все похожие на немцев. В общем, в конце концов, англосаксы. То есть, как бы наши люди. И тогда они вместе, значит, захватят Советский Союз и дальше уже будут распределять ресурсы. А потом, на самом деле, Гитлер бы, конечно, задушил бы и Англию. То есть, он последовательно бы уничтожал своих противников таким образом. Но для англичан в мировоззренческом отношении это было неприемлемо. Альянс и союз с Гитлером. Их мировоззрение было противоположным национал-социалистическому, которое основано на социал-вервинизме, на неприятии прав человека, на неприятии капитализма и свободы. Черсиль защищал именно эти ценности. Именно поэтому он не готов был пойти ни на какое перемирие с Гитлером и ни на какое перемирие с национал-социалистами. То есть, Англия выбрала свой путь войны с Гитлером и единственное одно время воевала с Гитлером, потому что мировоззренчески им было не по пути с этим человеком. Какие же уроки мы можем извлечь из этого опыта, из которого, как мне кажется, до сих пор они были не извлечены, а книга Циттельмана позволит нам возможно этого достичь. Первый урок. Не следует недооценивать интеллект и способности врага. Я надеюсь, сегодняшняя лекция действительно сделала то, о чем я говорил в самом начале лекции. То, что вы знаете о Гитлере, неверно, потому что представлять его патологичным психопатом, образ которого тиражируется до сих пор, ошибочно с любой точки зрения, а главное практически, это неверно. Не следует недооценивать зло, интеллект и способности врага. Второй пункт. Многие, наблюдая за Гитлером, считали, что он настолько сумасшедший, что он либо сам себе навредит жизнь, либо кто-то его вынесет вперед ногами. Но в общем, история показала, что зло само себя вперед ногами не выносит. До тех пор, пока у Гитлера была возможность продолжать свои преступления, он совершал их и дальше. Если публика надеется на то, что зло само себя как-то уничтожит, сделает харакири, наложит руки, оно же сумасшедшее, это надежды не оправдаются. Его можно распознать, это зло, по мировоззрению. И Гитлер с самого начала разместил это мировоззрение, облегчи для многих возможность нейтрализовать в зародыши все это. Но это не было сделано. Мировоззрение это индикатор того, что на раннем этапе оно должно быть устранено. Но считали, что он чудак, что это, в общем, не важно, что даже если ему придется прийти к власти, что он сам себя вперед ногами вынесет. Ну а главный урок, как мне кажется, и из сегодняшней лекции, из книги Цительмана, и из того опыта, про который мы с вами говорили, это 12-летний опыт Третьего Рейха, это то, что мировоззрение имеет значение. Мировоззрение Гитлера до сих пор недооценивалось и недостаточно исследовалось. И тут господствует огромное количество мифов. Айн Рент говорила всегда, что если вы взаимодействуете с человеком, вас всегда должно интересовать мировоззрение. И если вы разберетесь в этом черном ящике, откроете его, то вам станет понятно, что подсознание здесь вообще можно убрать в сторону. И все эти гипотезы о некрофилеи это совершенно не относится к делу. Его отношения с Евой Браун ничего не разъяснят. Но мировоззрение влияет на действие, а действие приводит к последствиям. Если мы посмотрели в этот ящик и выяснили его содержание, мы знаем мировоззрение и мы знаем, что ждать от людей. Мировоззрение имеет значение. И если бы я был Айн Рэнд, то сейчас, в 2023 году, завершая этот год, этот цикл, этот сезон, я бы спросил вас, а каково ваше мировоззрение? Спасибо за внимание. Друзья, вот эту книжку получит автор лучшего вопроса с моим автографом, хотя я не цитальман, и слава богу, не вот этот персонаж. Меня зовут Александр, спасибо, что вы предоставили возможность. Вопрос короткий и простой. что все-таки побеждает интеллект или природные инстинкты? Потому что я вижу, что со стороны Советского Союза, что со стороны национально-социалистической Германии управление осуществлялось на эмоциях людей. И все-таки, что побеждает интеллект или управление инстинктами? Я сегодня уже, мне кажется, дал ответ. Побеждает мировоззрение. Мировоззрение более совместимое с реальностью. Соответственно, мировоззрение Гитлера могло бы победить, только если не было бы более жизнеспособного мировоззрения, которое было противопоставлено прежде всего англичанами вместе с союзниками, вместе с Советским Союзом и США. Хотя мы знаем, что Советский Союз, мягко говоря, тогда возглавлялся за человеком, которыми взгляды были далеки от либеральных, но тем не менее, именно в шкале ценностей для Черчилля и для условного Черчилля худшим злом был именно Гитлер. Именно такая ставка привела к тому, что Гитлер проиграл. Это был важный момент, потому что, если бы была другая ставка, все развернулось бы скорее всего иначе. Это важный момент, мне кажется. Мировоззрение имеет значение. Оно побеждает в долгосрочном периоде. Оно в любом случае к интеллекту. Я даже сегодня говорил о том, когда рассматривали мировоззрение Гитлера, что и Гитлер, и его противники стояли на стороне реальности. Они были рационалистами. Другое дело, что противники Гитлера не имели двойного дна. Они считали, что у каждого человека есть право пользоваться своим разумом. А Гитлер считал, что только у него и его приспешников, а все остальные должны подчиняться инстинкту. Это два разных мировоззрения, но и то, и другое рационально с точки зрения субъекта, который носит это мировоззрение. Но совместимость с жизнью у них разная. Спасибо. Давайте вам дадим. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Гитлера и Людвиг фон Мизес, скажем так. Известно, что Мизеса его пытались похитить, пока он был, по-моему, писал об этом Хюльцман в Швейцарии, когда он решил после этого выехать уже в Америке, когда была неудачная попытка похищения германскими спецслужбами. А, собственно говоря, в чем проблема? Если либералы уже все повержены в Германии, то, собственно говоря, почему такое внимание к Мизесу? И второй вопрос. А используется ли Цельтельмана анализ, который давал Мизес в своих работах нацистской экономике, потому что это, на самом деле, тоже не на пустом месте. Это генденбургский социализм, который был уже в Первую мировую войну в Германии опробован, а просто Гитлер уже на новом уровне, как Мизес полагал. Спасибо большое. Я только не преследовался, это я Владимир. На первый вопрос простой ответ. Мизес был евреем, поэтому ну, как бы понятно было, почему его преследовали, несмотря на то, что его мировоззрение вряд ли имело шансы на реализацию. Это первый момент. А второй момент по поводу что там было с Хельсмана? Да, смотрите, Цетельман особая ситуация. Он пишет в этом предисловии, что книга была в 80-е годы написана, когда он был сторонником левых идей. И в 90-е он открыл для себя Хайка и других либертарианцев и удивился, насколько это мировоззрение совпадает с его мировоззрением. Но на самом деле книга эта не содержит в себе какой-то оценки. Он перечисляет лишь факты. Вот сегодняшние факты, мне кажется, позволят ответить на вопрос, что Гитлер думал о социализме, о рационализме и так далее. Так что в этой книге нет, а в более поздних работах да. То есть он как бы в этой книге не перевел на нее, чтобы привлечь туда, чтобы в школу нет, нет. У него вообще нет здесь попытки ответить на те пять вопросов, на которые я пытаюсь дать ответы. Я объясняю, почему я в своей лекции попытался это сделать. Я мог бы рассказать в жанре, вот есть такое мнение о Гитлере, оно неправильно, есть такое точка зрения, оно неправильно. И книга заканчивается на том, что он точка. И что? Я попытался использовать эту информацию для того, чтобы создать более, что ли, важную картину, включающую в себя интересные для нас всех вопросы. Добрый вечер, меня зовут Денис. Павел, согласно ли, что мировоззрение граждан любой страны формируется не в малой степени от взглядов, которые в обществе царят в то или иное время? И возможно ли, что в то время мог появиться другой персоналий который мог бы и Германию так же ждал тот же итог? То есть не Гитлер, а кто-то другой прийти с теми же взглядами, тем же мировоззрением? Или все-таки роль личности и его харизма является определяющей? И германская нация могла в то время тот исторический период полностью списать вину на дьявольскую натуру этого фюрера? Нет, конечно, списывать вину было бы неправильно с любой точки зрения, но довольно тяжело сравнивать состоявшееся историческое явление с тем, что не произошло. Я здесь вынужден повторить знаменитую фразу, которую любят все историки, сослагательное наклонение здесь неприемлемо. Мы не знаем, что было бы, если бы Гитлер покончил жизнь самоубийством в 1933 году. Сказал бы, я так люблю смерть, что вот я пришел к власти, я сделаю то, чего обещал. Что было бы тогда? Мы можем строить гипотезы, но это все за пределами, мне кажется, того, что нас должно интересовать. Мы должны разобраться, что случилось и почему. А что могло бы быть? Гипотез может быть сотни тысяч, и я не уверен, что это сейчас продуктивно обсуждать. Давай кого-нибудь спросим из представительниц прекрасного пола. Меня зовут Дэна. Мы уже не первый раз видим, и в том числе по теме Гитлера, что, например, на Ютубе специально какого-то Микки Мауса рисуют. Именно по многим другим серьезным вопросам внимание людей как-то упрощают какую-то бульварную желтую информацию дают. Именно Гитлера особо по-воспорщине. Особенно, да. Я понимаю, и многие, я думаю, что понимают, что это делается намеренно. Вот эта книга является открытием, такими воротами, которые открывают и требуют настоящих специалистов внимательно посмотреть, политологи, историки, психологи, новое. или, как вы видите, может быть, на Западе есть уже работы серьезные, интересные, которые вдогонку этого предлагают посмотреть иначе и серьезнее взвесить все то, что сегодня происходит. И если можно вдогонку сказка Сокурова, простите, если вы ее видели, есть какие-то уже параллели? На самом деле германистов очень много талантливых. У нас в Петербурге есть замечательный германист Олег Пленков, его книгу «Я очень вам советую социализм Гитлера», например, у него есть такая работа, и много других. На самом деле я бы не пытался видеть некоторую связь между тем, что произошло в 30-е годы и прямо буквальным каким-то фактическим положением сегодня в любой стране, потому что любая историческая аналогия хромает. Тем не менее, совсем недавно Николай Власов в Европейском университете делал доклад, посвященный Германии после Второй мировой войны, и там можно, как мне кажется, найти некоторые параллели с современным миром. Но, как и любая параллель, она, конечно, весьма условна. Я не думаю, что надо подходить к современности в жанре «а вот там было так, а как у нас по сравнению с этим?» Потому что это скорее будет мешать пониманию. Когда мы занимаемся прошлым, мы должны понять сущность его. И когда мы уже разбираемся в этом, мы, мне кажется, автоматически извлекаем уроки. Я в конце сформулировал эти уроки. Мне кажется, они и сегодня могут быть актуальны, и в будущем. Поэтому я бы сказал, что можно читать многих исследователей, германистов. По поводу фильма Сокурова, мне, если честно, фильм не очень понравился. Потому что вся его идея состояла исключительно в том, чтобы сделать такую фишку, вложить в уста диктаторов различные высказывания. что из этого следует, с моей точки зрения, ничего. Потому что художественные ценности, ну, это моя субъективная оценка, у этого не очень много. Не хватило чего-то вроде идеи, которая могла бы дополнить эту технологическую фишку, когда он заставляет диктаторов говорить реальными картинками какие-то фразы. Ну, как бы, ну и что? Мне кажется, что из этого мало что следует. Но это мое мнение как зрителя. Нет, я не знаю, не смотрел, не читал. Великий гопник? Вот, но, да, может быть. Я даже догадываюсь, о ком идет речь. Но, в общем, я бы сказал, что правильно вы заметили, что мемы не должны подменять нам реальное изучение истории. И, пожалуй, самый опасный современный мем это вот этот вот. Не обязательно это ролики. Это, конечно, все условно. Почему, может быть, это даже хорошие ролики. Дело в том, что они затмевают все, что есть. Вот, например, знаете, с какого количества просмотров начинаются фильмы о реально Гитлере? С 25 миллионов. То есть, это какой-то там, вот это 100 миллионов просмотров, это еще больше, 200 миллионов, это 70 миллионов. То есть, условно говоря, документальные фильмы о Гитлере, это где-то там 25-е место. Это самый просматриваемый фильм. 25 миллионов просмотров на 8 миллиардов человек или сколько там сейчас уже. Это настолько мизерная цифра, что человечество, значит, совершенно не излечилось от этого всего. И такие книги, как книги Цетельмана, они проливают свет на то, что, оказывается, человечество не смогло осознать. И для меня было удивительно, что книга о Гитлере в 2023 году может переворачивать многие наши представления о реальности. Мне кажется, что за это большое спасибо Цетельману и издательству Социум Михаилу и фонду Айнренд. И всем вам, дорогие друзья, с наступающим Новым Годом! Спасибо лектору. Я должен принять тяжелое решение, но у нас вот был интересный вопрос про Мизоса. Я думаю, что мы подарим книжку Владимиру, если я правильно запомню. Поздравляем вас!